и я вас приветствую у нас сегодня вторая лекция годичного курса школа терапии сегмент посвященный патопсихологии и мы изучаем науку искусства профилирования патопсихологического не что прошлая лекция на неделю назад посвящена истерии было вот кто не смотрел смотрите в группе она вот напомню что эти все лекции которые будут эти восемь основных тем это как бы целостность разрешенная единица слова можно и смотреть отдельно конечно каждую лекцию если вас интересует какая-то патопсихологическая единица вот но для того чтобы изучить минимальный такой уровень подпрофилирования желательно желательно вот вот целостную модельку вот усвоить и напомню что вот те восемь лекций за 8 недель продавать такая самая самая одна из самых используемых моделей мной в своей практике вот самых ходовых увы на которые не уделяют внимание очень большое количество психологов я считаю если вы хотите эффективно работать с каким-то человеком нужно понимать с кем вы работаете вот если вы неправильно верифицируете подпрофиль то скажем так ваш технический арсенал может давать очень сильный сбой вот я перечислю вообще тема которая есть в пределах этого модуля вот так истерия сегодня будет паранойи эти этиология паранойи потом будет тематика психопатия дальше будет обсессивно-компульсивное расстройство будь шизоидность будет этиология эпилепсии вот потом этиология шизофрении и потом продолжающая восьмая лекция это этиология маниакально-депрессивного психоза либо биполярно-аффективного расстройства личности вот так же напомню что все смысловые единицы я буду рассматривать в трех вариабельностях то есть вариабельность первое это акцент личности что такое акцент это особенность и специфика личности это не не симптом можно быть акцентуированным истериком можно быть акцентуированным параноиком вот это еще не клиника совсем а даже как бы вот особенность такая которая может помогать эффективно реализовывать свои какие социальные потенциалы некоторых профилей это лучше происходит например допустим человек истероидно акцентуированный он может быть потрясающим актером или человеком выступающим на публике человек акцентуированный шизоидно это человек может быть просто потрясающим гениальным математиком программистом который сидит сам по себе ему принудит просто в голове своей живет он одиноко конечно же но мозги у него работают или к примеру допустим акцентуированный эпилептоид это может быть потрясающим уникальным спортсменом хотя в то же самое время быть и достаточно серьезно вот не буду заходить далеко сегодня буду акцентировать больше внимания нашей теме но добавлю что среди по пограничный уровень условно невротический уровень вот это когда уже симптомы начинают поступать и бредовые оплевные реакции начинают мешать социализации вот фрейг говорил что две ключевых опоры личности это пункт первый это семья и второе это работа вот и в тот момент когда ваши особенности личности уже мешают социализироваться на работе то есть вы не обладает социальными навыками чтобы полноценно работать ваша паранойя такова что вы боитесь устроиться на работу к примеру вот либо шизоидность ваша такова что вы такой идины что вы просто-напросто можете долго беседовать с этим трудоустраивающим звеном и так далее или тому а ты сильно компульсивный акцент у вас таков что вы просто не знаю просто не можете дойти до свидания вот потому что два часа подряд возвращаетесь домой что проверить выключили вот да 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 у каэровцы они такие вот то есть когда пограничка наступают вот то то там реально работа и семья очень сильно страдают а этот уровень можно называть невротическим 2 можно взять пограничными здесь нужно делать развлечение потому что в принципе вот психиатрии есть такая нозологическая единица как пограничное расстройства личность так очень новое расстройство которое было изобретено психиатрами где-то в 80-х годах его 10 лет особенно волчу вот который лично я лично я не рассматривал как но тотеческая низyr encuentрой ведения вот так как вот длительный период времени пограничное состояние было им на пограниченно состоять то есть состояние между неврозам и психозом По Фрейду мы все невротики, по умолчанию. Быть человеком в обществе, быть невротиком. Это равнится. Вопрос интенсивности невроза. Поэтому в психиатрии пограничное это благодатация, то есть между неврозом и психозом, когда уже невроз начинает ухудшаться. А потом взяли, превратили это в отдельную мозогическую единицу, собали вкуп некоторые вещи, и часть психиатров придерживаются мнения о существовании этого пограничного расстройства. Но я отношусь к тем, которые говорили, что пограничка — это не совсем налогическая единица, по моему мнению, это скорее градация интенсивности оплеванных состояний. Но сегодня не пограничка говорим. И психотический уровень — это когда уже, к примеру, допустим, ваша паранойя такова, что вы вообще реально не можете общаться с людьми. То есть не работать не можете, не вести семейные отношения не можете, когда уже реально со стороны слишком заметно, что вы не в себе. На психотическом уровне уже требуется чаще всего такая хардкорная психиатрическая помощь, когда человек может просто повязать и наколоть нейролептиками, и тогда ему легче. Во время погранички порой человек может сохранять какой-то баланс и принимает таблетки, пункт социализированный, то есть не успешно. На нейролептическом уровне терапия может, даже вербальная терапия легко помогает. И медикаментозное лечение может быть необязательно. Там, где пограничное либо психотическое, там, естественно, требуется и фармацевтическая форма лечения обязательно для того, чтобы человека хоть как-то привести в норму. Но напомню, что наша психиатрия еще не достигла уровня того, что она лечит что-то. Думаю, знаете, она купирует. Лечение нет. Лечение нет шизофрении, лечение нет от паранойи, лечение нет от УКР буквально. Есть купирование симптомов. Вот и ожидание того, что они как-то должны выветриться. Иногда они выветриваются, иногда нет. Вот. А так, если вы по лечению шизофрении, нет или нет? Формально таблеты как шизофрении нет. Как и формально таблеты как паранойи нет. Вот. Лекция у нас сегодня о паранойи. Вот. И данная тема очень тесно связана с представлениями о бреде человека. Мы часто пользуемся словом бред. Чтобы понять суть паранойи, вначале нужно попробовать рассмотреть, что такое бред. Бывает разное. Очень. Вот. И я люблю задавать вопросы нашим членам группы. Ваше понимание. Человек в бреду. Он несет бред. Вот. Это ваше понимание как? Как мы различим, где бред, а где не бред? Кто попробует? Своё какое-то определение. Один, два, четыре. Я попробую. Давайте я. Давайте я. Смотрите, если вы хотите говорить. Давайте договоримся. Ручки приподнимаете. И как только я приподнял эту ручку, это означает, что вы... Я пока нашла. Мария, давайте. Да, Маша. Ну, давайте. Ну, на мой взгляд, бред, это когда человек говорит то, чего... Ну, допустим, этого не происходило, этого нет. Или, допустим, говорит о событиях, возможно, прошлого или будущего. Допустим, говорит о будущем, как будто это сто процентов произойдет, но это не факт, да? Или говорит о прошлом с позиции... Ну, то есть там этого не было, но он говорит, что это было. Хорошо. Окей. Принял. Вот. Артём, ты привозил руку сейчас. Ну да. Я считаю, что бред, это да, это что-то, что очень отдалено от реальности, что как бы в большинстве людей, ну, все мы чуть-чуть что-то субъективизируем, но что-то нам всем как бы покажется вообще, то есть не от мира сего, вплоть до вообще салата из слов. Ну да, но салата из слов – это уже перебор, вот это уже, если потом чуть-чуть другого порядка. Вот. Вот. Хорошо, я принял твой ответ. Оля, ты хотел что-то сказать. То, что не имеет смысла. Контре. Некоторый смысл может иметь. Очень даже может иметь. Вот у нас какой смысл. Хорошо. Так, и Галина, вы хотели, по-моему. Да, хотела я ещё сказать, бред, да, что бред. Каждый человек там имеет свою карту. То есть моё видение такое, я говорю из своей позиции. Другой человек, где живёт в своей реальности, своей карты мира, говорит мне, вы говорите бред, потому что он с другой просто карты смотрит. То есть, ну, насколько это да, насколько да, каждый человек сказал своё мнение и имеет место быть. И к один другому, ну, ты бред, по-моему, десёт какой-то. К примеру, берёт, там, не знаю, ходит с бубном, причитает, что такой бред человек вообще полный. Или, да, другой человек, я прихожу к вам, надо сильно говорить, знаете, господа студенты, вот, а вот мне приснился откровение, сон, и мне сказали, что инопланетяне существуют. К примеру, допустим, говорю, и некоторые из вас, ну, всё, ку-ку, всё, Борис, вот вы пришли к инопланетянам, и снова здравствуйте. И учтите, вот то, что я сказал сейчас, вот это ещё не бред. Вот там есть чёткие определения. Смотрите, если мы рассматриваем понятие бреда в народном определении, вот то, что вы сказали, вот это такое, в миру, вот оно подходит. Но если мы касаемся именно определения классического психиатрического бреда, вот оно имеет очень чёткие критерии, очень яркие критерии. Ну, скажу так, почти никто здесь не попал в определение бреда. Пункт первый. Бред – это твёрдая, неукоснительная убеждённость какой-то идеи. Обязательно. То есть это не просто, к примеру, я говорю, ну, я верю, что инопланетян существует. Ну, как бы не уверен, но верю. Это ещё не бред. А если я буду утверждать, я гарантирую, они есть. Вот так вот. Учтите, и это ещё не бред. Вот, это уже ближе к бреду чуть-чуть. Ближе немножко. Смотрите, пункт первый – это твёрдая убеждённость какой-то идеи. Раз. Далее. Два. Полное игнорирование контрфактов. То есть, если ты будешь приводить человеку в бреду определённые контрфакты, ну, на уровне рационального, покажи, как ты это понял, что они существуют, на каких идеях. Вот. И ты будешь приводить там, не знаю, научные источники. Будешь, к примеру, показывать человеку-то солидных учёных каких-то, говорящих о плённой речи. Что бы ты ни говорил человеку, какие бы известные личности ни говорили ему, что это не так, он всё равно будет убеждён о какой-то идее. Два. И три. Очень важно. В психиатрическом понимании смысла. Бред всегда ориентирован на личность. Всегда. Что это означает? То есть, это не верование в инопланетян, а это верование, к примеру, что инопланетяне каждую ночь приходят ко мне и делают по ночам осмотры простаты. Вот, если человек вам говорит подобные вещи, это уже тянет на психиатрический бред. Как вы понимаете, по статистике американской, там, наверное, количество десятков тысяч людей сообщили, что инопланетяне регулярно приходят. Вот это классика бреда. Это означает, что если вы просто верите в что-то, верите в инопланетян, верите в макаронного монстра, верите в йети, что он существует. Классика – это не бред. А деньги, а деньги на планетей, ну, не знаю, надо будет спросить, когда в следующий раз ко мне приходите. Тариф узнаю за осмотр. Вот, итого, бред включается. Твердая убежденность в чем-то. Неспособность переубедить человека, какие бы контрафакты ты не приводил, они игнорируются. Далее, это всегда бред ориентирован на себя. Если бред не ориентирован на себя, мы считаем это просто мировоззрение. Человек убежден, что это, ну, пример яркий. Никто из людей не может доказать существование Бога. И многие люди верят в существование Бога. Очень много людей. Вы с чего думаете? Бога, дьявола, ангелов, духов. Но если человек верит, что он Бог, это уже, что у нас, это уже психиатрический бред, наверное. Вот, и бред, он встречается, бред не является чистой нозологической единицей. Почему? Он встречается при самых разных расстройствах. Ну, пример, скажем, бред встречается, естественно, при паранойи. Далее, бред прекрасно встречается при шизофрении, конечно. Может быть истерический бред. Без проблем. Вот. Бред может быть при маниакально-депрессивном психозе. Вот. Причем в каждой нозологической единице он будет происходить в разных формах. Смотрите. И необходимо совершать определенное как бы различение сенситивного бреда от интерпретативного бреда. Вот. Сенситивный бред – это когда искажения появляются уже на уровне ощущений. Бред интерпретаций – это то, как я думаю о ощущениях, которые у меня появляются. Сенситивный бред – это бред, который возникает, вот, к примеру, при шизофрении. Что это означает? К примеру, у пациентки ощущение, что у нее под кожей ползают руки. То есть у нее буквальное ощущение. У нее не идея того, что ей под кожу посадили кого-то. Она не чувствует это, но она знает, что они там есть. Если вы не чувствуете, но знаете – это бред интерпретации. А если вы именно ощущаете, что это происходит, какие-то иллюзии, галлюцинации – это сенситивный бред. И здесь мы вот сразу в начале нашей лекции сделаем серьезное разделение, потому что паранойя, она по своей сути очень похожа на шизофрению, очень похожа в ряде моментов, а с другой стороны вообще не похожа. В какой-то степени вот паранойя плюс шизоидность и утрирование этих симптомов может исти к шизофрении, но в отдельности есть определенные границы, хотя до сих пор некоторые психиатры спорят по поводу того, а есть ли паранойя в чистой форме. Либо же паранойя является как бы преддверием шизофрении. Я лично считаю, что паранойя не является преддверием шизофрении, у нее много-много вещей радикально отличающих от шизофрении, а в чем она сходная и в чем отдельно. Ну, пункт первый. И при паранойи, и при шизофрении, естественно, наличествует бред. Но при шизофрении бред у нас чаще сензитивный бред ощущений. То есть срабатывает называемая первая сигнальная система по Павлову, то есть ощущения, чувства. А при паранойи, это вторая сигнальная система, это когнитивные процессы. То есть когда мы говорим о параноике, у него нет сенсионных искажений. Раз. Два. При шизофрении всегда нарушается, сильно нарушается эмоциональная сфера, волевая сфера. Это означает, что шизофреник очень часто страдает так называемой абулией. Что такое абулия? Это безволие. То есть ты сидишь, и ты как бы не можешь заставить себя не работать, не учиться. Вот это не лень, хотя некоторые путают людей, страдающих общей шизофренией с ленивыми людьми. Ну и сидит, например, парень, ему там лет 25, к примеру, дома, не работает, не учится. Думают просто там, не знаю, ленивый. А там смотрим на симптоматику, а там симптоматика урисовывает полноценную тему общей шизофрении. У шизофреников сильно редуцирован эмоциональный спектр. У шизофреников много двойственности в сознании, это двойственность интерпретации, двойственность чувств. У параноиков такого нет. У параноиков нет двойственности. Параноики очень твердо убеждены, что кое-что происходит. И да, как шизофреники, так и параноики, у них бредовые реакции, они таки ориентированы на себя. То бишь, найти человека, ну, не совсем правильно называть, называть, как параноя, человека, который просто там параноид за кого-то. Вот, не совсем верная интерпретация. То есть можно бояться за кого-то, можно тревожиться за кого-то. Но бред параноика, он тоже всегда ориентирован на саму личность, на себя. И причем ориентирован очень сильно по-разному. Там целая куча вариаций, около десятка вариаций паранои, которые мы будем с вами рассматривать. То есть параноя, параноя полностью соответствует волевые качества. Человек при паранои не утрачивает социализацию. Ну, чаще всего не утрачивает, за редкими исключениями. Человек во время шеофрении прекращает быть полноценной социальной единицей. Частично либо полностью. Нейролептики могут помогать оккупировать эти вещи. При паранои, более того, некоторые профессии, они вот сами как бы нуждаются в этих параноиках даже почему-то. Параной бывает разной, интенсивности бывают разные. И бредовость бывает очень разной. Мы тоже будем проговаривать это. То есть фиксируем отличия. Бред интерпретаций больше свойственны паранои. Сензитивный бред. Он свойственен шизофрении, а не различных. При шизофрении чаще всего ключевые... Человек судит просто особенность ощущений. Его интерпретации связаны с тем, что ощущения не искажены их. Они не такие. А при паранои, вот, ощущения обычные. Но когнитивная сфера, она работает в какую-то сторону. Странно, очень необычно. Далее. При паранои не бывает, на самом деле, со стороны искажений. Не бывает иллюзий. Не бывает галлюцинаций. Если у человека есть паранои, и у него появляются галлюцинации, это уже не паранои, а это уже параноидная шизофрения. Абсолютно другая нозологическая единица, совсем другими параметрами. То есть ни в коем случае схлопывает просто паранои и параноидная шизофрения. Вообще разные вещи. Вообще разная картина, это разные люди полностью. Вот. А далее еще ключевые отличия шизофрении от паранои. Шизофрения может формироваться чаще. Она формируется в юности. У молодых людей, мужчин, период формирования шизофрении это где-то с 17 лет до 23-24. Самый пик большой. У девочек 26-30 пик. Там потом тоже бывает такое. Но, тем не менее, если вы мужчина и вам 30 лет, вероятность того, что вы заболеете шизофренией, почти минимально, очень большая. Вот. И с каждым годом все меньше и меньше и меньше. Вот. Но параноиа все может быть. И, в принципе, считается, что такая классическая параноя, она формируется в позднем возрасте, когда личность уже зрелая. По мнению психиатров, параноиа все-таки время формирования это после 30-35 лет. Полноценная параноиа. Человека, который полностью социально созревший, уже полностью социально адаптированный. Параноики могут быть очень умными. А та паранойя, которая может быть, не знаю, юношеская какая-то или подростковая, очень часто не совсем паранойя, а форма истерии. Вот. Об этом мы тоже поговорим немного. Да. Вот. В классике психиатрические паранояльные реакции, они свойственны уже зрелой личности. Далее. По поводу паранои и ее исследования. Ребята, ее реально трудно изучать. Как вы думаете, почему? Потому что параноики не доверяют начат. Пункт первый. Они чаще всего социально адаптированы. То есть они умеют зарабатывать деньги. И они сохраняют какую-то позицию должностную. Паранойя чаще всего не выкидывает их зарабатывание. И у них получается, порой, к периоду начала паранойи, организовать свою семью. Они, по-моему, становятся немного странными. Вот. И когда близкие начинают им говорить, что с тобой что-то не так, они воспринимают как, мы же такие, а что это ты мне хочешь? Посадить вот в клинику хочешь? Обколоть меня хочешь? А, сейчас. Вот. 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 Процентное отношение паранойи, если берем статистику психиатрическую, найдем, что паранойя встречается от 0,02 до 0,1% больных, поступивших в психиатрическую клинику. Вот. То есть, ребята, одна десятая процента одного. Это максимум. Очень мало. И, ребята, помните, поступивших в больницу. Это означает, что их много назвал. Потому что другие не доходят. Вот. Чаще всего они, сохраняя здравость рассудка в других сферах жизни, их как бы так прижучить условно очень будет трудно. Но жизнь они могут портить своим близким очень и очень серьезно. Смотрите, также уже добавил по поводу паранойи. Это, ну, кроме того, что нет абулии. То есть, люди болевые могут быть прекрасны. Они сохраняют способность целеполагания. Они видят цель, идут к ней. В общем, очень тщательно могут идти. Шизофреники этого делать не могут. Вот. Они безвольны подавляющим в этом случае. Далее. При шизофрении снижается энергопотенциал личности. Или он хаотичный, здравообразный. При паранойи человек сохраняет энергию. Прекрасно. Ну, и напомню, что при шизофрении галлюцинация иллюзий. При паранойи не возникает галлюцинация иллюзий. Смотрите. И также нужно добавить, что сам термин паранойя, как он переводится? Очень просто. Греческого паранойя, паранус, безумие. Вот. Термин, ну, так себе. Вот. Он не до конца полноценно раскрывает вот эту тему. Вот. Как не знаю, как я примеру термин психи... Термин с разными психозами. Это люди психотического расстройства. Сейчас я ушла в сторону. Люди, которые способны причинять вред другим людям. Психопаты. Психопатия, дословный перевод, это страдание души. Вот. Хотя, если ты посмотришь на психопатов, не показывается, что их душа очень сильно страдает. Множество терминов терминологии, существующих в психиатрии, они лишь отчасти приближают нас к полноценному пониманию. И паранойя, она как бы одна из таких терминов. Паранойя, безумие. Сам термин паранойя ввел немецкий психиатр Карл Людвиг фон Кальбаум в 1863 году. Вот. То есть период, когда психиатрия только-только начинала полноценно созревать. Вот. И сам термин паранойя, он очень длительный период времени в психиатрии применялся. Но в современной психиатрии он потихонечку уходит в сторону. Ну, к примеру, если посмотрим такую классическую в странах СНГ классификацию психиатрическую, как МКБ-10. Вот. Паранойя не выделяют в отдельную рубрику. Вот. И там есть категория такая бредовое расстройство от личности. То же самое вот МКБ-11. Вот. Далее стоит отметить, что сама по себе паранойя, она может быть чистым психиатрическим симптомом, но иногда сама паранойя, она напрямую связана с, пункт первый, опленными формами интоксикации. То бишь, люди, принимающие наркотики, они могут запустить себе паранойяльные реакции. Тоже будем об этом говорить. Ряд препаратов, изменяющих состояние сознания, они дают именно паранойю. И при выходе из состояния интоксикации паранойя уходит. То же самое может происходить не от наркотиков, а от алкоголя. Это паранойяльные реакции очень специфичные для людей, которые большое количество алкоголя принимают. Вот. Мы с вами проговорим о самой разной форме паранойи. О каких паранойях мы будем говорить. К примеру, допустим, это паранойя наркотическая, алкогольная, эволюционная, мегаломальная паранойя, инвентарная, реформаторская паранойя, паранойя ревности, религиозная паранойя, персекуторная паранойя, эротическая паранойя, синильная, кверулянская паранойя, субъективная, бредовая, сензитивная и острая паранойя. Как видите, их много. Вот. Горябинности. Вот. И ступенчато будем проходить одну за другой. Ну, прежде чем начать, я хочу вам рассказать одну историю, такую классическую для психиатрии, историю одной паранойи. И очень часто ее используют как способ попытки поставить философский вопрос. А паранойя – это как бы шизофрения, либо паранойя – это отдельное расстройство. История такова. Случилась она, по-моему, в Австрии, либо на юге Германии, точно не помню. В общем, история, описание. Жил-то был юный молодой человек, немного депрессивный, немного унылый, вот. Но, значит, как единоразвитый. В школе учился хорошо, пошел учиться в ВУЗ, закончил его, после него стал учителем в школе. Вот. Его замкнутость сохранялась, депрессия сохранялась, был немного отчужденным. Вот. И какой-то период времени начал проявлять, будучи учителем в школе, начал проявлять некоторые формы сексуальных извращенных влечений. Описывается, что как-то раз он, когда ишел с работы домой, он проходил мимо фермы. Вот. И увидел там овец на ферме. Или косы, я не помню точно. Вот. И у него появилась идея вот с животным осуществить половак. В общем, он осуществляет половак, по-моему, с козой. Вот. И приходит домой. После этого у него начинают возникать навязчивые идеи, связанные с тем, что кто-то его видел, как он осуществлял половак с козой. Вот. И этот человек распространяет эту информацию по городу, в котором он живет. А он жил в небольшом городке. Вот. После этого у него появилась навязчивая бредовая реакция, что он думал, что все о нем знают и все с него смеются. То, что он сделал, то, что он сделал. Вот. Хотя на деле, скорее всего, этого не было. Он протянул так около месяца. Потом ему было невыносимо находиться в данном городке. Он собирает вещи и переезжает далеко на север, в Германию. Вот. Находит другой город, где его никто не знает. Вот. Поначалу там у него все хорошо. Вот. Никаких реакций бредовых нет. В городе этом через какое-то время он находит работу. Опять школьный учитель. Он находит себе женщину, женится на ней. У него рождаются родители. Проходит года два. Вот. И реакции бредовые. Они начинают возобновляться. Вот. У него пошло ощущение, что из моего прежнего городка какие-то люди, которые его знали, проникли в этот город и тоже всем рассказывают. Ну вот. Что он когда-то осуществил полой акт с указой. Вот. Для него это было так невыносимо, так отвратительно. Вот. Он уничижительно относился к себе. Он верил, что он является очень таким павшим человеком, который не заслуживает того, чтобы жить. Вот. И посчитал, что не заслуживает жить другому. Вот. Ну и вся его семья. В общем, бредовая реакция так зашкалила, что рано или поздно он принимает определенное решение. Он идет в магазин товаров, оружия. Покупает револьвер. 50 патронов. Ловится спать. Просыпается рано утром в 4 часа. Берет револьвер. Вот. Убивает свою жену и двух своих детей из револьвера. Вот. А потом садится на утренний поезд, который едет в прежний свой городок. И часов в 6 утра выходит на улицы городка и начинает с револьвером идти и палить из револьвера по всем людям, которые там были. Вот. Он расстрелял почти все свои патроны. Потом его получилось приложить. Вот. По-моему, не знаю. Чак 10. Вот. Вот. А его повязали. Вот. И потом отправили в психиатрию. Потому что мотивов буквальных не было. Того, что его не делали. Совсем. Вот. И психиатры начали его исследовать. Начали проводить самые разные когнитивные тесты, чтобы понять. А они обнаружили, что он обладал полной сохранной личностью. И его интеллектуальная сфера была полностью адекватной. Его когнитивное мышление было полностью адекватным. Единственное, что у него было. У него была твердая убежденность. Раз. В идее. Что все о нем знают. Раз. Вот. И он был полностью фиксирован на данной идее. У него было ощущение, что все его преследуют. Вот здесь мы уже говорим о том, что паранойя, ну, бред может быть связан с тем, что инопланетяне, не знаю, просто пример попробую придумать. Дали тебе подарок. Ну, это как бы бредовая реакция. Вот. А при паранойе, при паранойе механизм наш разный, функционирующий специфично. То есть, ребят, позитивная паранойя не существует. То есть, вы не найдете людей, которые ожидают, что мир подготавливает добро и все окружение сговорилось, чтобы сделать вам потрясающий подарок в жизни. Вот. То есть, отдельного такого симптома нет. И я искренне думал, что его вообще не существует. Я обнаружил такие симптоматики у людей, которые страдают маниакальными депрессивными скачками. В маниакальной фазе у человека все-таки, я констатирую, нашел редко, очень редко, но бывает. Человека можно какое-то количество дней, недельку зашкалить в такое состояние, как будто мир готовит мне что-то прекрасное. Вот. Либо люди мне окружающие хотят только добра для меня. Вот если вижу такие... Знаете, если вы увидите человека, который говорит такие вещи, вот поверьте мне, с ним очень сильные непорядки. Вы подумали, что это депрессивное мышление. Вот. Я видел единиц таких людей, единицы людей таких. И чаще всего за тем, что они говорили в течение недели двух-трех, у них были очень тяжелые пограничные состояния. Помните, если человек говорит, что мир готовит для меня что-то прекрасное. Люди меня окружающие, они хотят для меня сделать это чудесное. Будьте аккуратны. Там неделя-две-три, и человека может очень сильно трухануть. Вот. Не верьте, что этот человек является просто просыпленной личностью. Нет. Это не так. Вот. На деле, на деле... Реалия. На деле, люди обычные, это весьма углубленные существа. Вот. Достаточно угрюмые. В большей своей сфере. Вот. И когда мы видим запредельное ожидание счастья, удовольствия и кайфа, в подавляющих же случаях за данным состоянием коренятся очень жесткие и сильные механизмы подавления, вытеснения и отрицания. Вот так. Кайфа и эфреи. При чистой паранойи ожидания кайфа нет. Всегда есть ожидание оплённой угрозы. Есть ожидание того, что кто-то что-то собирается с вами сделать. Что-то нехорошее. Вот. Механизм формирования паранойи – пару слов таких аналитических. Я считаю, существует два ключевых основных механизма формирования. Вот. Это формирование паранойи через призму научения, опыта. Например. Пример яркий. Женщина, которую изнасиловали, она начинает паранойить, что каждый мужчина, идущий у неё за стеной, он хочет её изнасиловать. Угу. То есть, у вас был такой опыт, и вы его обобщили. Вот. И потом наступает вот. Но в таком случае, я считаю, правильнее говорить, что у человека не заболевание паранойи, а паранояльная реакция. Делайте различие. То есть, у вас может не быть паранойи в общем, но в вашем поведении могут быть паранояльные реакции. Если в поведении такая реакция появляется, это означает, что вы страдаете этим. Абсолютно нет. То есть, такие реакции должны быть постоянными, регулярными. Вот. И эти реакции должны контролировать вашу жизнь. Не просто вы, не знаю, подумываете, что за каждым мужчиной скрывается насилие. Да. Вот. Вы готовитесь к этому. Вы, там, покупаете револьверы. Вот. Аккуратно обходите регулярно, там, не знаю, плюнные улицы и так далее. Вот. Вот. Подобные паранояльные реакции, они могут быть не подчеркнут на уровне опыта. Вот. Хотя, забыл сказать. Опыт может быть… Тут два вида опыта есть. Опыт твой буквальный, то есть, ты побыл в ситуации какой-то. Вот. Тебя попробовали воровать, и ты потом боишься. Вот. Тебя попробовали изнасиловать, а потом ты боишься и параноиишь. Вот. Опыт может быть субъективным. Это означает, что вам могут встроить оплённые идеи. Самый такой весёлый пример. Грустный и весёлый. Рассказывала моя студентка, говорила… Знаешь, Борь, мне бабушка с детства прошивала такую идею. Дочь, внученька, подойди к окну, видишь там арочку. Да, бабушка, я вижу арочку. Вот смотри, доченька, внученька, будешь гулять там вечером поздно, а там будет пять мальчиков гулять. И они тебя схватят, повалят на землю. Один мальчик сети на одну руку, другой на другую руку, третий на ногу, а четвёртый на другую ногу. А пятый, снимет с тебя трусишки, не изнасилует. Вот такие фантазии сексуальные бабульки. Вот она вываливала это на свою внучку. Вот внучка, слава богу, она как бы не индуцировалась этим. Но поверьте мне, вот видел кучу примеров, когда родители перепрошивают своих деток. «Будешь по парку, доченька, гулять, а там извращенцы в кустах. Они выпрыгнут, снимут трусы, и тут тебе и конец», — говорит мама либо бабушка. Кто встречался, не знаю, в своей семье, либо где-то слышал, как родители прошивают своих деток вот такими прекрасными и удивительными вещами. Ребята, потенциально эти вещи, они могут потом превратиться в субъективную паранойю. То есть ничего с тобой не случалось, ты сам ничего не делал, искренне убеждён, что под каждым кустом в парке сидит насильник, мастурбирует, и он обязательно, как прийдет на тебя, обязательно. Хотя те самые люди, которые мастурбируют в кустах, они чаще всего без обид, секрет. Они этого не делали. Я имею в виду эксбиционисты, которые показывают гениталии. Но травмы, которые причиняются внушениям, они могут быть очень-очень тяжелыми. И другой основной вариант формирования паранойи — это, сейчас попробую правильно сформулировать, это проекция и интеграция своего поведения. Что это означает? То есть человек, который много воровал, раз, сам, через какое-то время у него может сформироваться паранойя, тяжелейшая того, что его собирается воровать. Вот. Человек, который нарушал закон, очень часто он вот постоянно думает, что его хотят как-то вот облакошить. Вот. Эти реакции навязчивы. Очень сильные. И есть очень интересные другие формы паранойи. Не обязательно. Какие ключевые формы паранойи могут быть? Вариация паранойи — это сексуальность. Вот. И она, естественно, ребята, естественно, встречается у женщин. Вы видели мужчин паранойиков сексуальных? Мужчин, которые боятся, что женщина его, не знаю, совратит. Вот. Я не видел. Они где-то, может, есть? Да, Оля. Они где-то и есть. Вот. Но в сексуальности параноият именно женщины. Как мужчины, так и женщины параноият по поводу воровства. Вот. Такой тоже смешной пример и грустный одновременно. Это шел где-то год пятнадцатый. Я, по-моему, проводил лекцию по гипнозу в одном антикафе города Харькова. Вот. Там было человек двадцать. И была хозяйка заведения. До сих пор помню. Рассказываю данные случаи, ситуации. Вот. А я показывал технику группового наведения транса. И под конец брал обратную связь людей, которые слушали меня. Ну, и люди отвечают, что они чувствовали. Доходит время до хозяйки заведения. И она говорит, ну, Борислав, смотрите. Вот я сидела в транс. Конечно, я не вошла. Кстати говоря, это один из признаков параноиальной личности. Они очень трудно гипнабельны. Для них войти в транс – это очень опасное дело. Тем более при человеке. Рядом с мужчиной. У! Кожа упаси. Вот. Это вообще страх. Вот. Это же мужчина. Он что-то сделать может. Ты только глаза закроешь. Хлоп. И все. Прощай молодость. Добрый вечер. Вот. А у них там фантазии буквально идут. Она только-только-только говорит такой пациентке. Садитесь, закрывайте глаза. Мы поработаем с трансом. И пациентка посмотрит на меня. А что мы там будем делать? Мало. Вот. Что-то там… Может, я такая беспомощная. Буду сидеть одна и не контролировать. А ты в этот момент, подлый терапевт, используешь мое красивое молодое тело для творения своих мерзких сексуальных потребностей. Кажется, как ржавка. Звучит как хохма. Но, поверьте, так думает. Думает. В общем, она говорит мне… Варислав, если живут за этими глазами, вот, и думаю, вот он гипнотизирует нас, а в этот момент сам по нашим сумкам лазит, по сумкам лазит. Ну, вот. Первая проекция, да. Вот. Вы закрываете глаза, и в пространстве другой человек находится. У параноии, связанные с воровством, там мгновенное ощущение. Только я прекращаю бдить, контролировать, меня уже облакошили. Вот. Этот пример паранои часто я видел у людей, которые сами когда-то в своей жизни у кого-то могли воровать. Вот. Когда воровал, потом забыл об этом, и потом я проецирую себя. Или, скажем так, я внутри себя проигрываю ситуацию, если бы я был на месте человека, который остался, я бы воровал, например. Как бы думаем о себе. И другого человека пропускаем через фильтр себя, через фильтр своего поведения. Когда мы плохо думаем о каком-то человеке, очень часто мы думаем о себе, о своем прошлом. Вот. Если вам кажется, что вы нарушали границу сексуальности, вот, по поводу вас нарушают, вот, то подумайте, а что вы сами могли нарушать. Вот. И там очень интересные вещи могут возникать. Очень интересные вещи могут появляться. Подобные паранояльные реакции, к примеру, очень специфичные формы могут возникать у мужчины. Потому что у мужчин нет реакции. Потому что они паранои, что женщины собираются их использовать сексуально. Вот. Но у мужчин появляются другие формы реакции. Я тоже рассматриваю данную тему. Много смешных историй. Реально смешных. Таких-то ружака просто. Одна лекция и одна моя студентка в УЗИ, курс был по основам терапии, говорит, прислав, вот, как бы, вот, я поехала к себе домой, она жила в другом городе. У меня там молодой человек появился. И, в общем, я рассказывал молодому человеку, что у меня преподаватель есть, он преподает основную терапию у меня. Вот. И он преподает гипноз. И только молодой человек услышал слово гипноз, он сразу так насторожился. И говорит моей студентке, а ты знаешь, что он там со своими пациентами наверняка делает? Он ушел. А он их, скорее всего, говорит он, заманивает к себе в офис, гипнотизирует их, доводит до бессознательного состояния. А потом, ну вы поняли, вот, насилует. Потрясающей фантазии. И, главное, не говори ему, что он описал в большей вероятности оплеванное событие. Смотрите, здесь есть оплеванные слова, на которые люди особенно ярко проецируют свои паранояльные реакции. Особенно ярко. Параноики, они вообще, они с ума сходят, если ты скажешь, что ты гипнотизер. Это в финиш. Такие новички начинаются. Гипнотизер? Так это значит ты, я могу не заметить. И ты введешь меня в состояние полного, без контроля, ты используешь меня, они могут не думать, не говорить так, они будут думать так. Вот. Много женщин боятся слова гипноз, поэтому, знаете, если вы практикуете гипноз, очень часто лучше его называть при таких людях не гипноз, а целенаправленная организация на всяких случаях. Сам термин гипноз у большинства людей ассоциируется с выключением контроля и использованием чаще всего в сексуальном сфере, либо, не знаю, в сфере воровства. Вот. Параноика мгновенно эти вещи будет показывать и будет демонстрировать. Вот. На что мы очень часто проецируем свои паранояльные реакции? На те объекты в жизни, которые мы не можем полностью объяснить. То есть мы не знаем, сколько гипноз. И мы будем параною, что это такое. Гипноз – это там цыгане, медведи, водка, воровство, насилие, манипуляция. Вот. Только человек дает такой ассоциативный ряд, а с большой вероятностью он говорит о себе интересные вещи. Вот такие паранояльные реакции, к примеру, допустим, возникают на людей, которые там, не знаю, в народе их называют колдуны. Вот. Чаще всего на людей, которых называют там колдуны, на них проецируют люди огромное количество своих страхов, очень интересных. Вот. Вот. И таким людям кажется, что человек, который обладает такой ассоциативностью, он как бы, вот, там, обязательно сделает какой-то вред. В подавляющем их же случае мы имеем дело именно с параноией. Яркие параноиальные реакции мы можем видеть в народе, у людей, которые верят в магию и колдунство. Вот. Чаще такие параноиальные реакции, чаще, они встречаются у кого? У людей более зрелого, позднего возраста. Вот. Кто слышал такие истории, там, например, женщина находит у себя под порогом яичную скорлупу. И тут она начинает ходить и говорить, это мне соседка, она враженно подложила мне, несчастье несет мне. Вот. Вот. Или пациент рассказывает, мать его, работая на рынке, обнаруживает перед своим контейнером продажным, там, насыпана соль. И тут она вот неожиданно, ух ты ж, блин, колдует скотины, вот, и быстрее к колдуну бежать к какому-то, проводить магический ритуал. Вот. Ребята, смотрите, вот здесь, здесь реакции они заслуживают опленного очень интересного объяснения. Вот. Давайте делать различия. Вот. Есть опленные ритуалы, ритуалы социальные. Если мы будем изучать антропологию, культурологию, мы обнаружим, что в миру, в бытности у людей и сейчас существует громадное вещество верований, которые родные архаики. И если вы, как бы, вот, имеете верование подобное, которое отщепно из культуры, что соль, насыпанная на порог, она означает какую-то гадость. Вот. Это не совсем, ну, как вам сказать, не совсем психиатрическая паранояльная единица. Да. То есть верить в магию и колдовство – это не симптом. Хотя и есть такой термин, не очень распространенный, как магифрения. Вот. Это абсурдная интерпретация всего, что происходит через призму опленных мистических концептов. Вот. Редко используемый термин, вот, очень часто встречается у людей с параноидной шизофренией. Там, не знаю, человек начинает верить в то, что на него постоянно влияет радиолучами. Или правительство лазерами, направленные в голову, внушает макленные мысли. Идеи грандиозности могут присутствовать, конечно, как в параноии чистой, так и в параноидной шизофрении. То есть человек, если чувствует себя жалким, ничтожным, вот, чаще всего он будет параноидцей. Вот. Кому он нужен, да? Вот. Вот. Но человек, который страдает, а стоял истинной паранойей, у него очень часто паранойя сопровождается мани, величие. Как это может происходить? То есть человек искренне думает, что он, там, не знаю, лучше в чем-то. А коллеги его собираются его подсидеть, чтобы сдвинуть его в свое место. Либо в кои-то веки он изобрел какое-то уникальное изобретение, уникальное изобретение. Вот. Но его изобретение не принимают, потому что все, ведь, его окружающие – это люди, которые хотят ему помешать. Вот. И он должен бороться за правки. То есть идеи грандиозности очень часто присутствуют. Но при паранойи идеи грандиозности не выходят за пленые рамки. При паранойной шизофрении человек может считать себя, к примеру, там, директором вселенной или генералом галактических войск. Более того, шизофреники даже делают себе искусственное удостоверение подобное. Я не шучу. Там книга психиатрии показывается. Удостоверение генерала галактических войск. Вот. Когда мы говорим о чистых паранойках, вот там как бы без абсурдов. То есть там бред есть, но абсурда нет. Там, например, человек изобретает какой-то аппарат и он искренне считает, что этот аппарат, он в кои-то веки, вот, он поможет науке. Хотя идеи могут быть пограничными. Кстати говоря, это называется инвенторный бред или бред изобретения. Пример ярких предизобретений – один человек, живущий на северо-востоке России, вот, у него появляется идея, что рыба в водоемах российских ловится неправильно. И он изобретает особенный метод ловли рыбы в море с учетом расположения звезд. появляется такая идея. Он едет в Москву с данной идеей и начинает ходить по всем инстанциям, пропагандировать. Я изобрел способ ловли рыбы в контексте расположения звезд. И он искренне верит, что то, что он изобрел – это уникально. Его все бортуют. А он там бросает семью, детей бросает, без работы, без денег. В общем, его отовсюду бортуют, его отсюда выгоняют, рано или поздно он утрачивает все деньги и начинает бомжевать по Москве. Продолжая прохожим говорить о идее, что он обнаружил таки новый способ ловли рыбы с учетом расположения звезд. Вот это уже ближе к… Да, именно, извините, конечно. Вот это уже бред инвентарный. То есть человек как бы изобретает что-то, вроде бы кажется он нормальный и уменяемый. Вот это последняя ситуация. Хотя данная ситуация приводится как иллюстрация примера именно паранойи и инвентарного паранояльного бреда. Вот она как бы уже понемножку попахивает жезофренией много. Очень много бреда. Неполноценно, но очень-очень близко. Вот. Так, ребята, у нас почти час есть. Если у вас вопросы есть, хочу сделать небольшую паузу и потом продолжить. Any questions, please. Ольга, слушаю вас. У меня такой есть пример. Вот хочу, ну, как бы понять, это с паранойей связано или с другим. Вот, например, девушка дает посмотреть парню свой альбом фотографий. Он смотрит, 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 видит одну фотографию и рвет ее. На вопрос, почему он ее порвал, он говорит, что тебя фотографировал какой-то мужчина и я это вижу вот явно. То есть, хотя это не так. Это паранойя, получается? Есть такое понятие, как бред ревности. И, в принципе, бред ревности является частью паранойи. Вот встречая, я пишу, когда он встречается. Да, это близко паранойяльной реакции. Ну, к примеру, скажем, это паранойяльная реакция, когда мужчина убежден, что его женщину окружают вот постоянно другие мужчины, которые тщательно пытаются к ней подкатить. Вот, пример яркий, я знаю одного человека, вот, недалеко от него живет. И мне рассказывали, что человек, который, он ходит, у него жена работает в салоне красоты, вот, и он постоянно, каждый вечер, когда жена, она должна ему ходить, он постоянно у ее дома стоит, у него дома у работы. Вот в 5 часов вечера завершает, и он должен обязательно вот взять, подъехать, чтобы она одна не шла по улице, в коем случае. Там же мужчины. Аккуратнее. А это же женщина, а женщины-существа, они же такие вот, вот, отпусти на час-два. И она, как вот, бешеная куница, начинает совокупляться, с кем-нибудь поделать подряд. Ну, вот. Я замечал подобные, подобные бред ревности у людей, которые сами многое изменяют. Да. Например, один пациент очень богатой семьи, в Харькове многое изменяет всем своим женщинам, он все считает, что он имеет право. Вот. Он искренне убежден, что все женщины, у них, как бы, вот, выключен механизм, вот, контроля проявления сексуальности. Это начальство, если женщину взять там и отправить, там, не знаю, на день-два, вот, пожибобыть в другом городе одной, то она с большей вероятностью там будет совокупляться, как, не знаю, как тушканчик в равноденствии, не знаю, более глупую метафору подобрать для этого. Вот. Вот. А почему такие проекции идут? Проекции себя. Вот. 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 Поэтому мужчина, который постоянно каждый вечер ходит к своей жене на работу, чтобы ни в коем случае ни один другой мужчина не смел подойти к ней, с большей вероятностью этот мужчина сам регулярно изменяет. Вот. Других примеров очень много. Среди пациентов вот те мужчины, которые ограждают тщательно, особенно мне нравятся те, 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 те мужчины. Вот, к примеру, девушка ходит ко мне, моя студентка, вот, и в процессе хождения на мою школу терапии много-много лет назад. Тут ее нет, по-моему, когда-то была. Вот. Появился молодой человек. Вот. И он начинает очень сильно-сильно-сильно ревновать ее ко мне. Вот. Она ходит ко мне постоянно. Рано или поздно его паранояльные реакции доходят до того, что он выхватывает револьвер и кричит ей, а она была беременна, кричит ей, если ты еще пойдешь на лекции Бориславу, я пойду и прострелю ему ноги, кричит он. Вот. И потом он полностью порабощает ее. Она не имеет права выходить. Она должна отчитывать за каждую минуту своих походов. Вот. А потом оказывается, через несколько лет она выходит к мне на связь. Через несколько лет, вот, что оказывается, что. Вот. А он регулярно, многократно изменял ей процессы первой беременности. У нее регулярно спит с проститутками. У нее там любовница есть. Вот. Это поведение паранояльного мужчины. Да. Когда мужчина очень тщательно вот фиксирует, чтобы никто к женщине не подошел. Очень часто он сражается со своими демонами. Будьте аккуратными с такими мужчинами. Вот. Вот. Они, они, они сами, сами у них вот, скажем так, одно место в пушку, как говорят народы. Вот. То же самое, между прочим, то же самое и по поводу ревнилых жен. Вот. Если кто-то кого-то очень сильно ревнует, очень сильно ревнует и боится, что его партнер изменит, вот, чаще всего ревность напрямую связана с опленным опытом своим прошлым и чаще всего связана с опытом прошлого своих же измен. Очень часто это так. То есть ты сам изменял в прошлом много раз, потом у тебя начинаются отношения, а потом ты постоянно в каждом действии, в каждом шаге, в каждом звонке своего партнера буквально видишь вот каждой переписочке, что он, он вот, вот, вот там вот что-то, вот, вот. Кто-то ему написал, это обязательно какая-то женщина либо мужчина и бред развивается. Это один из примеров развития, но есть вариации. Вика, слушаю вас. Ну, то, что вы сейчас описываете, это может быть у человека с акцентом параноидальным или у него уже пограничное состояние, если он так себя ведет? Пограничное состояние, когда бредовость переходит от определенной границы. Смотри, есть ревность адекватная. Ну, к примеру, если, допустим, вашему партнеру вот он написал какой-то другой человек, противоположного пола, красивый, вот, и переписка обычная, ничего левого. Вы прочитали это, а переписки ничего нет. Вот, но вы раскручиваете, ах, партнер-то он красивый, это означает, он подбивает клидия, а вот, значит, раскручивает эту тему, вот это уже нездорово чуть-чуть. Вот так, немножечко-понемножечко. А если вы замечаете, что в переписке вашего партнера вот там реальные романтические посылы идут, вот, то ваша паранойя какая? Вот она была адекватной реальности. Помните, паранойя, она неадекватна реальности. Если вы паранойили и оказалось то, что вы думали, так и есть, это не была паранойя. Если вы боялись, что вас могут под вашим домом ограбить, и вас ограбили, то это не паранойя была. Это хорошая интуиция. Вот, поэтому делайте развлечения очень серьезные здесь. Вот, а да, когда мы видим переход границ, уже не невротическая форма, а уже такая пограничная форма, там реально виден тупой бред. Вот, когда мы видим поведение мужчины, который каждый день ходит под работу своей женщины и отслеживает, чтобы никакой мужчина не подошел. Вот, эта женщина, и она же такая вот, эта женщина, они как эти, как овцы в поле. Вот подойди вперед, и никакого сопротивления не будет. Вот, это уже пограничная реакция. Вот, это такие люди могут быть действительно опасными. Такие мужчины, чаще, чаще всего они эпилептоидного профиля, эпилептоидного характера. Очень часто такие мужчины, они могут много угрожать. Они могут быть опасными вербально, либо опасными буквально физически. Вот, и паранойя очень часто приводит их к причине вреда другим людям. Вот, а паранойя, которая ведет к реальности, это не по всему паранойю. Многие интересные истории есть по этому поводу, еще буду переводить. Еще вопросы какие-то у вас, господа? Так, час прошел, я предлагаю сейчас сделать 10-минутный перерыв, и после переменки мы будем структурировать модель. Я поочередно перечитаю все разновидности формы паранойи, и мы соберем целостную структурку. Еще много интересных историй. Расскажу вам в 21.30, возвращайтесь обратно. Пауза. Пауза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 что она включает по умолчанию бред. Далее определение бреда. Расчертили паранойю шизофренией. О шизофрении много не говорю специально, что не значит времени. Уже будет отдельная лекция посвященная. Лекция будет, сейчас покажу, через несколько недель шизофрении. По списку, четвертая или пятая. В нашем курсе. Ребята, давайте начнем сначала. Первую основную категорию паранойи – это алкогольная паранойя. И сюда же мы допишем и наркоманическая паранойя. У кого она появляется? Появляется она уже у хронических алкоголиков. Порой на фоне интоксикации, просто в хроническом запое. Чаще всего связано с систематическим бредом ревности и бредом преследовать. Но здесь, если не описывать аналитическую картину, то многие факторы будут выпадать. У каких мужчин пьющик алкоголь обостряется бред ревности? У мужчин социально неуспешных. Мужчина, к примеру, не может давать женщине своей полноценно какие-то материальные блага. Очень часто такой мужчина может пробовать компенсировать свое ощущение нехватки, такой социальной силы, чем алкоголь. Алкоголь дает такое временное ощущение величия, временное ощущение силы. Но чем больше такой мужчина пьет алкоголь, тем больше его подсознание говорит, вот ты не только, например, деньги не зарабатываешь, но и потому же ты пьешь много, жену терроризируешь. А большое количество алкоголя еще сопровождается у мужчин, думаю знаете чем, у них появляются проблемы с сексуальностью, у них может исчезать эрекция, качество половак может поначалу падать, а потом вообще почти пропадает. Единичных пациентов я видел, которые пьют очень много, и они в этом состоянии а-ля древнегреческие сатиры, способны к нелимитированному половому акту. В подавляющей больших случаях те мужчины, которые пьют и еще хорошо патент сохраняют, они социально успешны. Вот. Через какое-то время, когда мужчина понимает, что он не может дать женщине много материального, он не может дать женщине секс хороший, и он пьет, у него появляются такие вот срамат механизма проекции, что бы я делал на ее месте. И какая-то часть его подсознания говорит, вот если бы я был на ее месте, я бы изменил, потому что кому я нужен, так не говоря. Вот. А, конечно, он так не думает, то есть это подсознательная реакция. И такой мужчина начинает уже вот постоянно везде видеть, что женщина, ведя вечером пересписка с кем-то, это, скорее всего, на своим любовником. Вот. Чуть-чуть позже вернулась на час домой, позже с работы, скорее всего, она переспала с кем-то. Вот в психоанализе это называется еще комплекс отелла. Вот. Всегда этот комплекс отелла, всегда эта ревность очень тесно связана с ощущением своей неуспешности. То есть чем больше мужчина комплексует, вот тем больше вероятно, что бред ревности возникает. Вот этот бред ревности, повторю, напрямую связан с тем, что если бы он был женщиной, он бы ушел. Вот. И для него это может быть чем-то очень-очень-очень бессознательно очевидным или полусознательно очевидным. Вот это алкогольная паранойя. А по поводу наркотической паранойи, смотрите, здесь я выделю, я читаю лекции отдельные по наркологии. Вот здесь только отчасти касаюсь, вот какие препараты могут вызывать такой хороший паранояльный бред. Ну, пункт первый. Марихуана или тетрахидроканнабинол, вот, чаще всего бред паранойи возникает при синдроме абстиненции. Пациент, приходя у меня терапию, вот, принимает решение, что он будет бросать курение марихуаны. Вот. Мучается так месяц подряд, вот, приходит ко мне и говорит бредовую реакцию. Говорит, Боря, у меня ощущение, что ты меня используешь. Я говорю, хорошо, если тебя использую, вот как ты это понял, вот на основании чего? Давай, один рациональный факт, где именно я тебя использую? Вот. А он говорит мне, я не знаю как, но у меня ощущение, вот как будто вот ты меня используешь. Вот. То есть, когда человек долго сидит на марихуане, вот он прекращает, вот месяц, два, три, вот у него могут быть очень интенсивные паранояльные реакции. Еще паранояльные реакции активно можно замечать у людей, которые принимают много психостимуляторов. Вот, кокаин, ну, честно говорю, вот кокаинов, наркоманов я встречаю на своей жизни очень мало. Ну, появится вопрос, почему? Ответ очень простой, кокаин дорогой у нас. Вот, и подешевле было бы все по-другому. Вот, ну, кокаин, да не знаю, в Украине, по крайней мере, в России, думаю, прекрасно замещается другим препаратом. Вот, в какой-то степени у многих вещах более совершенным. Вот, это амфетамин или метамфетамин, еще есть декстовый амфетамин, там ряд препаратов. Вот, и при приеме данного психостимулятора, ну, в отличие от кокаина, который действует там совсем краткий период времени, там полчаса, час плюс лунди, вот, меньше, то метамфетамин, амфетамин, он действует от 8 до 15 часов. Вот, и амфетамин наркоманы, они могут днями, неделями, годами, каждый день принимать его, нюхать. Вот, а когда они пытаются, после длительного периода применения амфетамина, побыть без него, у них неожиданно может наступать очень интересное состояние. То есть человек может сидеть дома, сидеть, бояться, спрятаться, не знаю, в угол, вот, не знаю, под кровать, накид на себя одеяло. Если он выглядывает из окна, у него ощущение, что к нему пришли, вот так вот, или кто-то что-то хочет от него, вот, именно ощущение, что к нему придут и что-то с ним сделают. Какие-то бандиты, хулиганы, милиция, полиция. Вот это может продолжаться у амфетаминового, наркомана, там, на сутки двое. Ну, где-то плюс-минус. И потом этот бред паранояльный потихонечку сходит по факту выравнивания химического баланса мозга. И потом не продолжается, когда он пройден полностью. Вот, поэтому это два ключевых вещества, это марихуана и амфетамид. Чаще всего я вижу у пациентов проявления. У паранояльных реакций я не видел, вот у людей, принимающих психоделические вещества. Вот, ну, не видел, правда. Бред может быть в процессе приема. Психоделик, кто понятно, почему? Там искажения идут сенсорные. А так, вот, постприем или постэффект. Это об алкоголе и о наркотиках очень кратко. Вот, в принципе, можно говорить, что про наяльные реакции, в принципе, начинает усиливаться у людей, у которых начинает изменяться гормональный процесс. Вот есть такое представление, как инволюционная параноя. или параноя инволюция. Он считается в психиатрах, что она возникает чаще всего у женщин в возрасте 45-65 лет. То есть, в период начала менопаузы либо климактерический период. Вот. В данном периоде гормональная сфера начинает падать. Вот уже железы полового эндокринной секреции уже не выбрасывают оплеванное количество полового гормона. И процесс падения полового гормона, он вызывает реакции ожидания какой-то угрозы. Причинение физического вреда, сексуального вреда, бороства. Вот. Там спектр целых. Хотя, правда, скажу, вот за долгие-долгие годы работы своей терапевта, вот, лет 15, я, ну, ну, сказать, почти никогда не видел. У женщин, пациентов, у которых такая была проблема. То ли они, как бы, не приходят к желанию приходить к терапевту, как бы обходят. Вот. То ли их поменьше стало, не знаю. Думаю, просто не приходят на сессию терапию. Потому что боятся, что терапевт их используют. Это классическая фантазия, между прочим. Использующий терапевт. Вот. Немного юмора тоже. Пациентка приходит ко мне. Одна певица города Харькова. И приходит ко мне на первую сессию. И я ей предлагаю, говорю, походите по чашку чаю. Она смотрит на меня вот так. Вот. Короче говоря, я ей полсессии терапии объяснял, что, когда я предлагаю чашку чаю, это я не хочу ее соблазнить. Че это ты мне чай предлагаешь? Я не знаю таких. А, да-да-да. Вы такие мужики. Вам только вот это и надо. Такая слабая, беспомощная во ряду. А потом чашечка чаю. А потом казинак. А потом еще шоколадка. А потом ты предлагаешь мне венца. А потом хлобысь. И мы занимаемся. Все непонятно, как мы нашли тогда безженым, безудержным сексом. Это вы можете, да-да-да. Если у кого-то из вас появляется такое мышление «мужчина», поверьте мне, ваше мышление, большая вероятность, что иск жену. Либо очень часто имели дело с мужчинами в специфичном округе. Хотя, к примеру, эта же пациентка, когда ей было лет 15, она с одноклассниками пошла в баню. Причем она почему-то пошла с одноклассниками только мальчиками в баню. Семь мальчиков, и она одна. И мальчики, и одноклассники почему-то привели проституток в баню. И так наблюдают, как мальчиков пять безудержно предают все искусство любви. Тут какой-то пьяный мальчик начал к ним приставать. Другой мальчик дал ему по лицу. В общем, защитил ее. У меня большой вопрос появляется. Вот и долго думала, когда и шла с семью пацанами в баню с проститутками. Вот. Очень долго думала. Вот. Наверняка. Но потом у нее паранойя. Потом она думает, что в мужчине это очень коварное существо. В ее картине «Мира» очень долгое время приходится ее разбирать. Это инволюционная паранойя. Далее, смотрите, следующая категория паранойя – это мегаломанная паранойя. Вот. Мега – это большой. Мания – безумие. Я. Что есть мегаломанная паранойя – это паранойя величия. Это вид паранойи, который характеризуется систематическим бредом идеи величия. Это чаще всего бред реформаторства либо открывательства. Вот. То есть я комментировал уже, начинаю считать, что, не знаю, его идеи уникальны. Что он пишет стихи, к примеру, просто на уровне, не знаю, Лермонтова, Пушкина, Уильяма Блейка. И то, что он когда-то опубликовался один раз в газете, говорит о том, что мир собрался его принимать, но потом почему-то его не принимают. И у него появляется идея, что у него есть ряд преследователей его таланта, которые пытаются заблокировать его потрясающее, новое, уникальное видение поэзии, к примеру. Либо науки, к примеру, либо что-то еще, искусство. Хотя на деле то, что он пишет по полной лаже, может быть, либо какого-то условия среднячок. Но он искренне убежден, что он гениальный поэт, он гениальный человек искусства, гениальный художник, гениальный музыкант, гениальный. Но помните, это мегаломанная паранойя, она не уходит за пределы ультра-бреда, когда человек не становится директором психологии, например, повелителем галактических войск. Куда они уходят? Если вы видите такие вещи, это уже не мегаломанная паранойя, это уже вышит от ледника, где аккуратно больше искажения идет. И вот тут мы переходим кратко, это подвиды мегаломанной паранойи, это инвентарная паранойя и реформаторская паранойя. Инвентарная паранойя – это изобретение чего-то, какого-то аппарата, механизма, который уникален и обязательно должен быть использован всеми. Пример яркий – это ловля рыбы с учетом звезд. И реформаторская паранойя очень часто здесь. Это разновидность мегаломанной паранойи, которая реализуется с физматическим вредом идей о радикальных переменах в общественном устройстве. Человек начинает думать, что у него есть ключевые идеи, как преобразить мир, как сделать так, чтобы в мире не было воин, как, не знаю, остановить тотальное нашествие гомосексуализма, сексуальных извращений, что он знает, как правильно жить, он может научить других людей. Человек пытается взять какие-то книги, публиковаться. Чаще всего, то, что он делает, то, что он пишет, ну, как бы это не просто средний уровень, это низкий уровень, значит, публикации, либо игры, либо изобретения. Иногда что-то может быть и рабочее, но идеи преувеличены очень сильно. Реформаторство. Часто это в политике. Человек начинает думать, что он знает, как правильно, что делать со страной, чтобы она все-таки выбралась из кризиса. Вот. Потом мы упоминали подобное рассматривание. Отдельная форма паранойи – это паранойя ревности. Я говорил, что при алкогольной паранойи ревность возникает, но при алкогольной возникает при пустой годе. Вот. Алкогольная паранойя ревности может быть без алкоголя. Прекрасно. Вот. Повторю, очень часто она характеризуется либо ощущением своей слабости, то есть мужчина понимает, что он слаб в чем-то, он не может полноценно удовлетворить женщину, и у него формируется механизм абортирования ее. Барт Хеллингер говорил, что когда у человека появляется сильная ревность, это способ избавиться от партнера. Вот. То есть мы проецируем то, что партнер изменяет нам, и используем данную идею на самом деле, чтобы его абортировать из наших отношений. Вот. Помните, если вы очень сильно ревнуете своего партнера, знаете, что за сильной ревностью партнера может быть желание от него избавиться. Вот. Механизм ревности может быть такой. Я сам в чем-то виноват, и мой партнер ни в чем не виноват. Но чтобы чувствовать себя хорошо, я наделяю своего партнера идеей того, что он изменяет. И пока я думаю о нем, что он изменяет, вот, мне легче срабатывать в лице-балансе. Вот. А жить этим с партнером, который не изменяет, а я сам изменял, невыносимо. Наша совесть нас начинает сгрызать. Вот. Хотя такая ревность, на самом деле, она рано или поздно доводит то, что доводит то, что партнер начинает изменять. Вот. Знаете, что чем чаще, чем больше вы показываете партнеру, что вы очень ревнуете его, тем больше вы подталкиваете его на измену. Это четкое правило. Безукоризненное почти. Если вы считаете, что ревновать является признаком нормальных отношений, то, ссори, я вас разочарую, не совсем так. Вот. За ревность и скрытые механизмы, вот, не только иные, психоаналитические. Вот. Ребят, религиозная партнера, вот, встречается, правда, правда, встречается крайне сейчас, ну, среди моих пациентов очень редко. Ну, пример, религиозная паранойя – это ожидание апокалипсиса. Вот. Встречается вот часто вот в сектах, там, в некоторых сектах, там, апокалипсис встречали раза по четыре, по пять. Создали. Говорит, скоро конец света, такого-то числа. Собираются вместе, вот, чтобы попрощаться, ну, не наступает. И главное, говорит, нет, апокалипсис отменен, чуть позже будет. Опять все вместе собираются, опять не наступают. Вот, когда мы видим такое ожидание, либо ожидание позже у вас есть, и я. Вот. Ожидание кары небесной какой-то, вот, что Бог накажет, что кто-то сильно накажет. Вот какая-то сила высшая. Вот. Мы можем говорить о формировании так называемой религиозной психо-духовной паранойи. Машка, слушайте. А может быть такая религиозная паранойя у человека неверующего, то есть не христианина? Именно что у атеиста? Не видел. Не видел. В таком случае этому человеку необходимо, необходимо создать какую-то идейную концепцию, потому что религиозная паранойя, она называется религиозная паранойя, то есть включающийся религиозный миф. Вот. Была некоторая сила, вот, которая, вот, вот, подглядывая, чему там делаем, вот. И на самом деле, классика, к примеру, допустим, родители упрекают ребенка, за что он мастурбирует, и говорят, что вот Бог накажет. Вот. Был такой случай интересный. Вот, по-моему, в начале XX века, вот, мама, увидев, что ребенок мастурбирует, вот, она, она очень сильно отругала, побила его, сказала, что Бог накажет за это. Это грех тяжелый. Вот. В общем, мамка так перевернула мозг ребенка, что через пару лет его обнаружили с ножницами и при попытках отрезать гениталии другим мальчикам. Вот. Почему он это делал? Он пытался избавить других детей от греха. То есть, вот, он принял идею, что если он пенис есть и его отрезать, то другие не будут мастурбировать, и они попадут в ад. А мама говорила, будешь трогать писью, попадешь в ад. Вот. И этот человек, реальная история, я забыл его имя, правда, забыл. В общем, он потом стал серийным маньяком-убийцей. Он людей воровал, вот, порабощал и отрезал им гениталии. Вот. Почему он это делал? Он спасал и убивал потом, правда. Он спасал людей от ада. Вот так очень религиозная мамка, она породила вот такого монстра. Так что религия очень специфическая в некоторых случаях институт. Он не блокирует давление монстра, но она создает. Вот жестокая мораль религиозная в детстве, она может создавать удивительных монстров. И чем тяжелее религиозная фиксация у родителя, тем более изощренной может быть психика ребенка. Вот в попытке либо следовать за родителем, либо в попытке бунтануть с нему. Вот это отдельный, отдельный травматичный тип матерей, отцов. Вот, Оля, слушай. Борислав, а мне вот интересно, а почему этот человек сам себе, в первую очередь, не отрезал гениталии, не избавил себя от ада? И тот же самый, который там про овцу вы рассказывали, почему он убил других, а не убил, в первую очередь, себя, раз как бы он ощущал, что это грех, или я не знаю, что он попадет в ад. Без понятия. Это загадка. Говорят, так сказать, психиатр. Вот, смотрите, но там есть смысл определенный. Почему он не убил себя, а убил других? Потому что он хотел отомстить, он искренне полагал, что другие причиняют ему вред, говоря о нем. Это была месть, отчасти. Вот, а почему мальчик отрезал другим пенисы, а не себе? Ответ может быть простым, потому что он прекратил мастурбировать, и у него осуществился механизм проекции. Он ассоциировался с матерью, и будучи в роли матери, как бы отрезал другим пенисы. То есть он был, как бы, не собой, он был своей мамой, запрещающей жесткостью. И для него идея отрезания пениса была милостью. Правда, я детали особо глубоко не знаю, я когда дочитал статью об этом человеке, много о нем искренне. Ответ ассоциирования с образом матери, и он был матерью, а другие люди, мальчики, были, как бы, им в детстве, и он, как бы, совершал подобные действия. В зависимости от ситуации аналитическая картина будет давать детализированное объяснение. Всегда мой психоанализ всегда даст правильное объяснение. Всегда можно найти так называемую психоаналитическую механику, почему человек делает то действие, а не другое. Чаще всего это механизмы интеграции, ассоциирования себя с родителем, и превращения других людей в образ себя. То есть родитель надо мной издевался. К примеру, когда мы будем говорить о этиологии эпилепсии, эпилептоидном характере, я буду говорить, что именно эпилептоидные мужчины, они чаще всего насильники. Какие мужчины, они чаще всего осуществляют насилие на женщины сексуальное? Это люди, мужчины с эпилептоидным характером, почти единственный профиль, кстати говоря. Скажем так, легко можно вычислить мужчину, который предрасположен к сексуальному сутиру. По определенным четким критериям. Есть профили, которые по умолчанию почти не способны к этому. Например, шизоидная личность почти не способна к этому. Шизофреничная личность почти не способна к этому. Эпилептоидная очень часто способна. И стероидная может быть, но не всегда. И, к примеру, если мама унижала своего ребенка и унижала его сексуальность. К примеру, мамочка смотрит на своего сына, снимает с него труси, говорит, что это за маленький прудик у тебя, маленькие ничтожные гадки. Вот, знаете, вот такие комментарии мамки по поводу гениталий ребенка, они могут привести к тому, что если ребенок подрастет, он вполне может захотеть какую-то девочку уволочь, пустый, жестоко изнасиловать, убить. Что он будет делать? Он будет мстить матери. То есть насильники, они мстят. Они сами ассоциируются с образом матери, которая проводит насилие, психологическое исследование, и потом реально говорят, что нет, они не думают об этом. Они не... нет, 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 нет. Это процесс подсознательный. Нет, ну что, может. То, что я говорю сейчас вам, это аналитическая картина, которая вычленяется в процессе терапии и наблюдения. Люди, которые делают это, они могут не думать о мамке своей. Но факт со фактом доминантная контролирующая мать и ребенок, сын, который не может бунтовать маме. Самые опасные мальчики – это мальчики, выросшие с авторитарными мамами и никогда им не бунтующие. Потенциально это идеальное тесто для сексуального насилия. Идеальное. Это не гарант, что будет насилие. Но унижение от матери, полный контроль матери, он рано или поздно таких трендюлей девочкам даст. Что вам не передать? Эти вещи можно понимать. Эти вещи можно вычислять на самом деле на первом свидании. общаясь с мужчиной. Поэтому, ребята, я говорю, вот эти темы подпрофилирования, они, даже если вы не практикующий психолог, поверите мне, эти темы, они почти безопречны для создания отношений. Если вы сможете подпрофилировать своего партнера потенциального, вы сразу можете предсказать. Например, ребята, действительно, можно предсказывать по профилю, будет партнер изменять либо нет. Есть профиль, который изменяет, а есть профиль, который очень верный. Есть профиль, которые очень лживые, а есть очень правдивые. Есть профили, к примеру, есть профили идеальных любовников. Вы не поверите, да? А есть профиль людей, которые так себе любовники, мягко говоря. Пример яркий. Из-под профилей самые лучшие любовники и любовницы – это люди с эпилептоидным параптером. Они любят секс, они любят много секса, они любят изощренный секс, ашизоидные личности, личность живущей головой. Для них секс – это какое-то необязательное дополнение какое-то. И они очень часто говорят, «Борь, знаешь, – говорит пациентка, – мне 21 год, не знаю, 2 года с мальчиком встречаюсь, как-то сексом занимаюсь, как-то не совсем понимаю, зачем это было. Я говорю, а что ты занимаешься?» «Ну, как бы маскируешь, чтобы не подумали, что я какая-то не такая». Вот. Вот. С эпилептоидными мужчинами, говорим, все по-другому. Они любят много, качественные, хорошие, так, чтобы поросячьего визга пойти сразу за ночь. Вот. Но подобные люди, они изменяют часто. И это тоже можно понимать. А шизоидная личность, шизоидный партнер, наоборот, сексом как бы не очень будет. Вот. И будет, скорее, этим заниматься так вот. Потому что, ну, тебе это надо. Ну, мне это особо не надо. Вот. А с другой стороны, шизоидная личность почти никуда не изменяется. Шизоидная личность изменена. Тём-ля. Уйти – уйдёт, а изменить – вряд ли. И эти вещи тоже можно понимать. Вот. И можно… И, ребята, если вы будете понимать структуру каждого профиля, это можно профилировать, ну, за один час стабильно. То есть один час, проведённый в беседе, значит, отключаю правильный вопрос. Вот. И ты знаешь, на что способен партнер. Кто? Вот. Поэтому искусство профилирования – это не только работа психиатра в клинике. Нет, позже упаси. Искусство профилирования – оно великолепно в дружбе, великолепно в сексуальных отношениях. Вы, ребят, я гарантирую, если вы будете понимать профиль вашего партнёра, вы будете, ну, наверняка, предсказывать ключевые события в будущем. ключевые. Не полностью вот как-то будет, но ключевые. Вот как, что и зачем будет происходить. И, кстати говоря, тоже допомню, есть под профили религиозных личностей, а есть под профили вообще атеистов. Ну, к примеру, самые религиозные личности, которые любят религию, бога, медитировать, петь мантры, шаманить, верят в НЛО, в Йети, макаронного монстра, ну вот, в духа, в природу, чего угодно. Это чаще всего истерики. Чаще всего. Иногда люди с ОКР. Кстати говоря, идеальный, ребята, идеальный образ монаха, вот, это истерик плюс ОКР. Идеальный монах. А профиль идеального такого колбна, такого архаического, вот, это микс истерик плюс эпилепти. У них можно профилировать. то есть, если вы видите человека, который пока, колдун в тренинг-девятом поколении, гарантирует, там будет чаще всего микс истерии с эпилептийным характером. А религиозный, такой церковный человек, набожный, которому молится много, часто, каждый день, все посты соблюдает. Чаще всего это истерия, которая демонстративно показывает, что они все соблюдают. Не забывайте, истерия бывает специфичной, религиозный человек может быть истерично-религиозным. Вычурно. Истерик не обязательно просто театрал такой пляж. А профиль нерелигиозного атеиста, какие люди атеистичные, вообще не верят в Бог, какой Бог вообще, это о чем? Какая религия? Это для дебилов каких-то. Кто верит в несуществующего дядьку на небе? Кто это говорит? Либо шизоиды говорят. Вот, которые живут только умом, разумом, и для них только... То есть, только наблюдаемо. Либо психопаты. Для психопатов идея религии это вообще кретинизм. Они не верят в Бога, не верят в карму, не верят в духов и считают, что все эти люди, которые верят в это фуфо, вот это, это дуречки какие-то. Какая карма вообще? Вот, вот, что хочу, то беру. Вот. А то, что потом мне вернется, это, как бы, не случайно. Некоторые кретины думают, что это, как закон Бумеранга, как он, надо не говорить. Если вы слышите таких людей, которые говорят так, вот, это либо психопаты, либо шизоиды. 90% людей, которые говорили мне подобные идеи, они были либо психопаты, либо шизоиды. Плюс-минус. Вот. Я это мгновенно, одна деталь комментирования, уже раскрывает, может, профиль. А понимая профиль, ты уже по одному суждению можешь раскрывать целую картину человека и описывать его. Поэтому, зная под профилирование через какое-то время, вы можете, ну, скажем так, почти становиться магового волшебника для пациента, пару действий скажет и потом начинаешь его описывать. Откуда ты это знаешь? Смотрит на тебя как-то, как холдуна, и веста сенсы. Да-да-да, это лгун тревятого поколения, я считал эту ауру. Нет, я аурой его не считал, увы. Вот. простые механизмы логики, синтез и анализ. Вот все. Получая опленный критерий, ты от частного к общему вот приводишь, понимаешь профиль, и потом от общего к частному делаешь выводы, на что он способен. Маша, вопросы тебя слушали. Борислав, у меня такой вопрос, может быть, не касательно данной темы, а вообще вот всего. То есть первый такой вопрос под вопрос. Ты, ну вот нас, нашу группу, вообще понимаешь, кто мы? То есть достаточно ли тебе, или надо вот с каждым долго общаться? Сколько надо времени, чтобы понять, кто человек? Смотри, объясню. Если я слушаю, читаю семинар, то я мгновенно могу профилировать некоторых людей по определенным характеристикам. То есть те люди, которые в первую очередь дают обратную связь, вот это люди, у которых минимум акцентуирована истерия. Да, 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 да. А, нет, нет, всегда так. Акцентуирована. То есть есть такой элемент, очень большой. Вот. Это первое, ключевое ключевое. Учтите, это не обязательно, не обязательно профилировать за одну систему. Ко мне появляются люди, постоянно они дают обратную связь. Это неплохо, давайте обратную связь. Люди акцентуированы, истеричны, они классные, они офигенные просто, да, просто. Благодаря ним интересно вести вебинары. Это хорошо. Вот. Пак профиль истерии, это когда истерик мешает вести, когда пограничка, он постоянно вклинивается, то, что говорит лектор, вот мешает ему и избыточно перетягивает внимание. Это уже пограничка. А если у вас получается элегантно, постоянно эстетично вот заходить, вот, вот, то это такая хорошая, акцентуированная. И помните, акцентуированность не является под единицей. Это неплохо. Это даже хорошо. Вот. Карл Леонгард, создатель идеи акцентуации личности, говорил, что человек без акцентуации, он пресный. То есть, чтобы быть личностью, необходимостью был акцент. Вот. То есть, некоторые вещи можно вот-вот-вот по-зацеплять. Но, в принципе, по вопросам некоторым. Можно калибровать, к примеру, шизоидных личностей по очень заумным вопросам. Человек начинает, вот там, не знаю, умничать и такие много терминов наушных используют, там, изощренно как-то. А с большей вероятностью такая личность шизоидная. С очень большей вероятностью. Если появляется человек на группе, который, вот, Борислав, а вы не боитесь вот такой информации вы даете, а потом люди им закидывают. Вот. Это реакция продояльная. А вот вы даете такие техники, а вы не боитесь, что человек что-то потом сделает с кем-то. Классика. Человек применяет. Борислав дает технику гипноза, НЛП. Это технику манипуляции входа в состояние полного рапорта. А это же означает, что можно только терапию проводить. Это означает, можно невинных, бедных девочек вот прижучить, совратить, изнасиловать. А вот даже эту технику какой-то очень наслушается этого. И потом, Боря, ты преступник. Ты создал преступников с помощью техники НЛП. Это мышление паранойка. Поздравляю. Поздравляю. Можно добавлю? Или ты ее перебила? И еще вопрос. Ну вот, возможно ли такое, что, допустим, человеку, допустим, 20 лет, у него там один тип, а потом вот ему 40, у него другой? Есть двойные акценты. То есть, к примеру, есть люди истероэпилептоиды. К примеру, есть люди истеро-психопаты. Вот. Есть шизоиды-параноиды, к примеру. Вот. Может быть, шизофрения, акцент шизофренический с ЛКРовским без проблем. Вот. У меня есть правило, которое я преподаю долгие годы. У каждого из нас есть базовый акцент, минимум, если мы полностью здоровы, базовый акцент и вторичный, может быть. То есть, это ключевое ведущее и что-то дополнительное. Вот точно ключевое ведущее, оно чаще всего всегда с нами профиль начинает проявляться активно, я считаю, в период полового созревания очень ярко. Ну, к примеру, этот профиль может быть уже и, не знаю, 10 лет, 9 лет. Я считаю, это очень тесно связано с гормональным процессом. Очень тесно связано. Подавляющие профили людей, здесь находящиеся, у них двойные профили. Он не один, их два. Дальше правило еще, которые явно в своей практике. Если количество профилей, которые вы можете насчитать в человеке, больше, чем два, вот явно есть характеристика, как пример, шизоидной личности, а потом видишь, еще параноид есть, а потом хлоп, и похожий эпилептоид есть, оказывается. Когда вы видите, что много кусочков, я дал такой юмористический термин для этого, патопсихологические франкенштейны, они скреплены как бы из кусков профилей, что это такое? Это истерики, которые нахватались от других людей, много моделей. То есть, истероидная личность, она с кем поведется, то наберется, пообщается с шизоидом, часть его личности становится шизоидной, с параноидом, с параноидом, с эпилептоидом, эпилептоидная. И их личность, как лоскутное одеяло такое. Когда вы видите много-много-много лоскутков, скорее всего, это не фиксированный профиль, а это лоскутной набор. И из-за этого люди, которые пробуют обучаться профилированию, поначалу начинают делать ошибки. Поэтому очень важно понимать весь спектр профилей, понимать, в какой форме они проявляются и понимать, что, скажем, на поверхности может показаться, что человек психопат, ведет себя как психопат, делает действия как психопат, окопаешься в нем и обнаруживаешь. Он махровый истерик обиженный просто-напросто, который пообщался между людьми, нахватался отражений и ведет себя как психопат. Поэтому будьте аккуратны. По поводу общения с группой профилировать можно только людей, которые ярко коммуницируют. В принципе, по поведению можно профилировать. Если вы показываете мне, как вы двигаетесь, что вы делаете, какие действия предпринимаете, там тоже можно выхватывать элементы профиля. Но, по моему мнению, собрание профиля человека можно, не знаю, сделать, когда вы накапливаете, допустим, 2-3-4 ключевых элемента поведения какого-то. Выхватываете, ага, он делает это, делает это, делает это. Когда там 3-4 элемента выхвачены, вы чаще всего можете приходить к оплённому знамени на теле. Поэтому профилирование идёт от 5 до часа, от 5 минут до часа. Иногда бывает так, что я сессию трачу на пациента, и я не могу полностью прийти к нему. Всё-таки, какой он профиль. Бывает так, что 5 минут, и, вау, я однозначно знаю кто-то, и я полностью предсказываю, для чего этот человек приходит. Примерно, если к примеру на сессию ко мне приходит истеропсихопат, я знаю изначально, что рано или поздно он на меня нападёт. Прямо либо косвенно. Всегда получается то, что я говорю. Вот в прошлом году у меня такая ситуация была, ко мне пришёл мальчик истеропсихопатичный. Вот, и я вижу, а, так это же истеропсихопат. Я думаю, а он на меня нападёт. Проходит, проходит 3 недели, и он вламывается ко мне в офис и берёт меня в заложники. Он не нападает на меня, он хочет остаться в офисе и помогать мне. Приходится вызывать своих коллег и с коллегами мы его вот толпой выводим за пределы офисного помещения. Вот, вот такое предсказание, оно связано уже не с интуицией, хотя интуиция в терапии очень важна, радикально важна, а она связана с анализом. И как бы человек хорошо себя не вёл, ты можешь приблизительно понимать, вот к чему это всё может вести. Так, Маша, минуту, там Вика первая поднимала руку. Вика, слушаю тебя. Да, хотелось спросить, а с этим профилем человек рождается или он формируется там в детском возрасте в зависимости от родителей и так далее? Всегда два элемента имеют значение. Наследственность, генетика и воспитание. Всегда. пропорции, соответственно. Генетическое наследие, ну, как бы считается, в паранойи есть определенное генетическое наследие, вот, из-за того, что крайне редко встречается, экспериментов особых нет. Вот. И, да, определенная форма воспитания, поведения, действия, определенная форма морали. Паранойя тесно связана с моралью, очень тесно. Маша, у тебя вопрос. Да, он такой, может, немножко каверзный. Давай. Вот. Такие специалисты, как ты, наверняка же знают свой тип. Да, конечно. Ну, я, когда такие вопросы задают мне студенты данного курса, я говорю, а вот, вот, это специальное задание для тебя. вы, вы, курс. Я так знала. И ты, вы, курс. Ну, вот, все-таки, еще добавлю. Если, допустим, ты уже знаешь, там, понятно, на свой тип, и если ты понимаешь, у тебя уже там какую-то сторону несет, ты же можешь сам, ну, как вот мы изучаем самогипноз, так же ты можешь себя как специалист, как психотерапевт отправить в нужную сторону, дабы там баланс выдержать. Маш, я напоминаю, что акцентуация не есть патология. Акцентуация... Да, но если, например, но я не говорю конкретно про тебя, психотерапевт чувствует, что его вот уже, вот он может сам или ему обязательно надо идти в проработку с кем-то? Ах, ответ правильный. Иногда может зафиксировать сам и кое-что скорректировать себе. если имеет обратную связь вот от себя же. Вот. В некоторых случаях нужна обратная связь. Ну, по-моему, личному опыту, знаете, я удивительно вещь открыл. Если мы видим терапевтов проработать уже очень долго в связи терапии, вот, им начинает плевать на самом деле по большому счету на обратную связь. Правда. Обратной связью парятся терапевты-новички. Очень сильно парятся. Скажи, пожалуйста, а как я со стороны? Мы видим терапевта, правда, много. Вот. Я видел много таких примеров. Плевал я на обратную связь. Все хорошо, что я делаю. И еще, как элемент моделирования. В какой-то степени как критерии мастерства. Это правда. Почти все известные терапевты личности, которые доходят до плевного уровня, они мягко говоря плюют на обратную связь своих коллег. Я не думаю, что это хорошо. Вот. Но это реальность. Вот. Это правда. Крайне редко человек, который проработал очень долго, очень много, и он готов к обратной связи. Крайне редко. Вот. Поэтому вы можете пробовать меня профилировать. Правда, это как бы не обязательно на группу выносить. Это ваше личное дело. Вот. Некоторые люди заинтересованы в профилировании терапевтов. Да, у меня есть профиль. Естественно, их прекрасно осознаю. Вот. И старайтесь из них извлекать максимальное количество пользы. Вот. Поэтому для вас там может быть какое-то задание. Единственное, что, вот если вы включаетесь в тему нашего модуля подпсихологического, вы выслушали тематику по истерии, сегодня вы паранойи будете даже слушать, я рекомендую темы, которые я вам даю начинать постоянно привносить в свою бытность. Пробовать профилировать все, что движется вокруг вас. Своих родителей, сексуальных партнеров, знакомых. Постоянно пропуская. А кто этот? Он соответствует чему? Он то либо то. А кто этот? Граждально поздно действительно такая мальничка появляется. Я всех профилирую. Это хорошее состояние ума. Отличное состояние ума. А не когда говорят, Боря, а так хорошо жить? Да без проблем. Легко. Вот. Облегчает многие вещи. Ты сразу знаешь, чего человека ожидать, чего не ожидать. Вот. Реально. Это так. Ты заранее знаешь, что случится. Ты заранее знаешь, ты общаешься, ты хочешь этого проекта, ты знаешь, какой будет секс-партнером, ты знаешь, вот изменят тебе либо нет. Через 2-3 года, 4 года. Ты знаешь, вот этот человек будет ярким, экскрессивным, либо нудным, вот, и таким домашним. Вот это, ребята, правда, зная эту тему, вы можете фильтровать партнеров за 1 час. Меня некоторые люди подбивают постоянно вести этот курс отдельно, вот в форме такого курса по пикапу. Реально, вот в теме по пикапу этой темы реально не хватает. Пикаперы, как-то к этому не добрались еще. Вот. Ребят, давайте продолжим дальше нашу тему. Религиозная паранойя. Есть отдельный термин, так называемая персекуторная паранойя. Вот. Эта паранойяльная реакция, она характеризуется систематическим вредом идей именно преследования, именно особенная фиксация на преследование. Расскажу одну историю. Она как бы иллюстрирует персекуторную паранойку, но одновременно обладает мистическим очарованием и ставит перед психиатрами большой вопрос. Откуда это? Что это такое? Реальный случай. Одна пациентка моя рассказала о судьбе своего деда. Говорит, что дедушка на старости лет немного с ума сошел, что с ним произошло. Он жил в деревне, где-то в России, и он начал думать, что рано или поздно к нему домой ворвутся, чтобы его увидеть. Паранойка. Причем симптоматика была очень тяжелой. В общем, он мог не выходить из дому и сидеть днями с опрокинутым столом, за столом и с его ментом. Поджидать, что это такое. Уровень уже пограничный близкий к психотическому. Не просто думать, что приедет, а уже как бы фантазировать и охранять себя. В общем, дед так прожил еще лет 20 в такой форме паранояльной. Ничего с ним не случилось. Но случилась некоторая мистическая ситуация в истории потом. У этого дедушки было четверо детей. Четверо. Все дети, они разъехались по России в разные города. Так вот, судьба троих детей из четверых в разное время, в разных городах, разные люди приходили в дом к этим детям и убивали их. Большой вопрос. Дед параноялся, что к нему придут, а трое детей из четырех убили. Причем разные люди, разное время, разные города. То есть это нельзя объединить общие категории. Банда, мафик, нет. И пациентка спрашивала, что это такое. И здесь, я ставлю здесь вопросительный знак, я не буду отвечать на этот вопрос. Можете подумать, что иногда параноя, иногда параноя может быть как бы следствием очень интересной динамики личности. И эта динамика, она не обязательно является иллюзорной. То есть, если вы параноите очень сильно по поводу чего-то, это не просто обязательно искажение сознания. Психиатры говорят, что параноя искажение. Психоаналитик за параноей увидит психодинамику. А психодинамика, она передается от других людей. Прекрасно. Великолепно передается. Я не называю данной ситуацией как подлежащий рассмотрению психиатрии. Может, случайность, но для меня, когда трое детей умирают, наследственная смерть в домах, это не совсем случайно. Но наука старается на этом закрывать глаза. Смотрите, отдельная тема это эротическая параноя. Правда, я сам не встречал такую форму паранои у своих пациентов. Точнее, пациентов. Но считается, чистая эротическая параноя, она как бы возникает преимущественно у женщин в возрасте 40-50 лет тоже в процессе менопаузы. У женщин появляется ощущение, что они окружены обожателями, которые хотят секса. то есть это не бред насилия скорее, а бред желания сексуальных радостей. Много мужчин просто очень хотят. Есть предположение, что за данной эротической паранои в данном возрасте стоит попытка заблокировать опленные страхи по поводу того, что период сексуальности может подходить к концу и женщина через призму проекции громадного любого которые хотят секса с ней пытается избежать тревоги. Это чай женщины очень-очень тяжело могут переживать период начала менопаузы. И чтобы защитить себя от страхов, тревог, что я могу быть не такая хорошая, не такая желанная для мужчин, защитный механизм воссоздается и ты не боишься чего-то, а ты видишь обожать. Маша, у тебя рука приподнята, забыла опустить либо еще кто-то остался. Маша, Мария, я отошла, по-моему. Забыла опустить. Хорошо. Далее я хотел отметить, вот та эротическая паранойя, которая может появляться у лиц более юных молодых, 20-летняя, 25-летняя. Чаще всего это не паранойя полноценная, а чаще всего это паранояльные реакции, которые не оформляются в полноценную навязчивую сантиматическую паранойю. Хотя молодых девушек, которые боятся сенсуального насилия, я видел большую конкурцию. Такие более-менее часто появляются. А вот именно женщины 40-50 лет, которые навязчиво думают, что у них много обожаток, правда, как нозологическая единица есть, а вот за 15 лет я, наверное, не видел ни одной. Не знаю почему. Может, и доходим. Для меня это такая очень сильная редкость, очень сильная редкость. Далее так называемая сенильная паранойя. Сенилис латинский старческий, свойственная старости. Это уже более поздний возраст, 65 лет плюс. там кто видел старых женщин, либо мужчин, которые постоянно везде ворок, везде воры, которые собираются ворваться, воровать что-то. Именно у старых женщин это проявляется страх обворовывания. И очень часто среди сенильная паранойя это страх магического жизни. Очень часто встречающийся. Это тоже тесно связано с падением гормонального тонуса, причем не только половой эндокринной системы, но и других эндокринных систем. Вообще любые сбои функционирования эндокринной системы могут приводить к паранойальной реакции. Чаще всего паранойальная реакция наступает тогда, когда какой-то орган эндокринной либо нейроэндокринной системы начинает продуцировать какое-то вещество в уменьшем объеме. Чуть меньше. Особенно это касается именно полугонат и касается пары на полчищу. Также это может иметь отношение к железам нейроэндокринной специи. Синильная паранойя далее одна из моих любимых параной это квирулянская паранойя. Квирулянс это от латинского жалобника или робчущий полноценное название паранойя квирулянс. Это форма паранойи проявляющаяся в квирулянских бредовых идеях. То есть этот человек говорит и думает, что его все обсуждают постоянно, робчут о нем, всегда жаловаться на него. Когда он сидит дома и ничего не делает, куча людей, они хотят его подсидеть, сместить, унизить. И у таких людей появляется именно желание обратное. паранойя часто переходит в то, что сам параноидный квирулянс становится чистым квирулянтом. Именно такие люди начинают жаловаться на других паров. Мне кажется, что другие хотят против меня что-то сделать, поэтому я буду делать квирулянт. Называется паранойя очень агрессивно, и когда вы чувствуете, думаете, что против вас собирают это сделать, вы сами это делаете на квирлюзии, на всякий случай. Кто помнит анекдот этот на опережение? Доченьке 16 лет, папа говорит, доченька, ты скоро будешь очень нравиться мужчинам, ты будешь гулять по улице, он красивый, молодой подойдет к тебе, будет обхаживать тебя, и вы будете проходить мимо его дома, и он скажет, давай зайдем, у меня зонтик забыл, собрать, ты зайдешь домой к нему, и речь будет сладкий, и он на чашку чая пригласит тебя, и казинаками пригласит, публиками, ватушками, плюшками, вот, и ты расслабишься, и тебе будет нравиться коммуникация, мудак накинется на тебя и обесчестит тебя и всю нашу семью. Поняла доченька? Доченька, да, папа, поняла, проходит два месяца, дочка приходит папе и говорит, папа, как ты говорил, случилось? один в один, гуляла, красивый подошел, речи его были сладки, проходили мимо дома, позвал домой, чаем угостил, казинаки, бублики, и тут я папа вспомнил на самом деле, что ты говорил, когда я вспомнил это, я сама набросилась на него и обесчаствовала его, и он с ним. Ребята, вот, именно вот по такой форме могут параноики действовать, только не подозревают на самом деле, что ты можешь его обесчестить, он начинает что делать, обесчащивать тебя на опережение, у нас эти случаи, чтобы неповадно было. Вот, Кверлянская паранойя, далее, паранойя касается ее паранойя субъективно-бредовая, вот, формируется, она формируется за счет внушения, то есть человеку много наговорит, другой человек, что пойдешь туда, будет то, будет это, и человек входит в состоянии бреда, полного, твердо убежден, что, как мы сказали, так и будет, там, не знаю, будет гореть в аду, вот, под каждым кустом насильник, шаг влево, шаг в право, расстрел, я обязан, я должен, если я не сделаю, будь что угасающее, вот, это у нас субъективно-бредовая паранойя, вот, вот, ну, что еще, можно говорить еще о такой паранойи, как острая паранойя, я вообще никогда не использую, вот, считается, что острая паранойя, это паранойя с внезапно возникшим, образным и интерпретативным бредом отношений, величия или преследования, здесь акцент делается на внезапно возникающий образный бред, вот, вспышка, вот, но я бы скорее относил острую паранойю к вариабельности других форм паранойяльных, ребята, вот это как бы, это основные такие, самые-самые базовые ключевые категории паранойя, которые я хотела смотреть, в общем, паранойики, они, значит, трудные для терапии, ребята акцентуированные даже тут, вот, паранойики очень-очень тщательно относятся к терапии, вот, они очень аккуратно, вот, подходят к терапевту, медленно раскрываются терапевты, вот, многие паранойики, они начнут проецировать на терапевта свои какие-то идеи, вот, уходят, потому что им кажется, что терапевт замышляет против них, факты, опять же, чаще всего, паранойальные личности, которые могут приходить ко мне, вот, в 90% случаев это женщина, вот, мужчины паранойики, они не доходят к терапевту, я, я не припомню акцентрированного паранойка мужчину, как своего пациента, вот, женщины почаще, но они, они так, не очень надолго задерживаются, вот, паранойки, они мыслят через, ну, они функционируют больше во второй сигнальной системе, то есть, у них главное скорее мышление, но не ощущение, из-за этого они гораздо лучше подлежат когнитивной терапии, они лучше подлежат анализу, вот, если им даешь твердые логические убеждения какие-то, вот, они ровный плод начинает меняться постепенно, шаг за шагом, если их паранойя не погранична, если акцентуирована, их можно убедить, в принципе, если бреда нету еще, вот, а если у паранойальной личности вы видите бред, вот, знайте, какие бы методы, техники и практики вы не применили, вы потерпите каха, вот так вот, то есть, либо ждать, пока бред пройдет, через какое-то время, примеры работы с бредом, вот, у меня могут быть там десяток сессий и ноль, как бы я ни пытался, с какой стороны не было заходить, одна и та же самая реакция, вот, чаще всего они в этом непробивные, и гипнозу, они неподатливы, либо почти неподатливы, вот, а если они ходят очень аккуратно, они должны убедиться, что терапевт это не сексуальный насильник, не вор, вот, проникнутся они к этому уважению, к нему, вот, доверием, и только тогда, вот, они по чуть-чуть, понемножку начинают входить, но они никогда не теряют контроля, и если входит транс, легенький-легенький, трансик такой, чтобы сказать, что вот это, вот, они даже иногда так делают, и закрывают, вот, веселые ребята, Маша, у тебя образовывается, бред, это пограничное состояние, или это как бы третья стадия, нет, вопрос, вопрос, бред, чего, смотри, бредов, это пограничное психотическое, если очень упрощенно говорить, появление именно такого хорошего психиатрического бреда, классического, это пограничка, вот, но вопрос как, бред, чего, то есть, пример даже, бреда, ты можешь искренне думать, что маленькие зелененькие человечки приходят тебе по ночам, но это никак не мешает тебе, там, не знаю, быть хорошим работником, вот, и осуществлять собежонские обязанности, вот, вот, да, 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 я, я, такие бредозные реакции я встречал у людей шизоидных, вот, которые могут уживаться с бредовой реакцией, вот, бредовой интерпретацией, но быть удивительно успешными в своей карьере, вот, и быть способными вполне на отношения, вот, Поэтому вопрос, бред какой? Если человек говорит, что он нашел смысл жизни и смысл жизни найти драконов, в принципе, это может быть отнесено к бреду, поиск драконов, я должен найти драконов. Но если как-то радикально не влияет на социализацию, помните, пограничный уровень начинается тогда, когда уже появляются трудности в социализации, то есть тебе трудно быть в отношениях, твой бред мешает отношениям, и твой бред мешает работе. Если у тебя не бред, а такой маленький бредик, какая-то твоя особенность какая-то, и как бы не мешает твоим социальным обязанностям, то это может быть проявление невротичное. Повторюсь, чаще оно свойственно именно шизоидным личностям. Поэтому, в основном, как фрики, какие-то особенные личности, вот такими требабахами творческими, типа позволительно иметь какую-то бредовую интерпретацию, но тем не менее мы уважаем и почитаем люди. Вот, так. Ищу вопросы, комментарии, мнения, размышления, господа. Ваша Вика, слушаем вас. Так, а как можно задать вопрос? Еще раз. А как можно задать вопрос? Как не путать инстинкт самосохранения с параноидальным бредом? Если вы постоянно ходите по улицам ночью, по вечерам, и за каждым мужчиной, идущим сзади, вы с разом, наверное, ассоциации, он меня может изнасиловать, навязчивость и ментальность. Наш разум в идеале должен быть объективным. Что такое объективность? Это учет элементарной статистики. Но наш разум порой сходит с ума, когда, к примеру, недавно в вашем районе было изнасилование. Ты узнала об этом. И ты ходишь, к примеру, месяцок, чуть-чуть побаиваешься. Вот. Но разум приспосабливается потихонечку. И если это продолжается уже год и подряд, ты когда-то, лет 10 назад узнала, что у тебя на районе кого-то изнасиловали, и ты до сих пор ходишь, оборачиваешься. Это уже очень сильно невротично. Если ты никогда не видела сексуального насилия, никогда тебе не приставали, когда-то услышала, что кого-то там изнасиловали, и ты ходишь, постоянно оборачиваешься, это уже невротично. Но объективно, ты знаешь, что в твоем районе за последний год было три изнасилования, и ты хочешь оборачивать. Объективно. Насколько человек оперирует объективными рациональными фактами. И в беседе это можно очень такого выяснить. Ты был изнасилован когда-то, или тебя тяжело приставали? У тебя были знакомые, близкие, кого изнасиловали, в троймайоне много сексуального насилия происходило. Либо ты год назад какой-то фильм увидел, и ты очень вдохновился этим. Я ответил на вопрос? Да, спасибо. С помощью обычной когнитивной терапии, задавания вопросов, можно логически прийти к выводу, насколько реакция человека, она объективно соответствует реальность? Обычная терапия, может это выполнить вполне. Еще вопросы, комментарии, мнения, размышления, угрозы, либо требования ко мне. Можно? Вопрос такой, а как в отношениях взаимодействовать с таким человеком, если бывает? Если вам достался романтический параной, ребята, это тяжелая работа. С такими людьми непросто, мягко говоря, непросто. И порой своей паранойей люди могут очень сильно подгадить отношения. Имеет значение интенсивность. Такие люди воспринимают логические, объективные факты. Если человек вошел в фазу бреда, когда приводишь логические факты, объективные факты, и он не реагирует, как бы глухой номер. Sorry. Иногда такие люди могут послушать не тебя, но специалистов. Вот так. То есть их отправить к психотерапевту, который объяснит ему, я пишу, а они начнут прислушиваться иногда. Поэтому бред и отвержение фактов может иметь отношение не к всем людям, а людям определенного звена. Если такому человеку скажет другой человек, более умный, который считает, что он умный, тогда идея может приниматься. А если вы выясняете, что не имеет значения, если он говорит, кто говорит, то же самое с своей идеей. А в таком случае, ребята, проще сменить партнеров. Чем его развить. Да. Наталья, ваши вопросы. Борислав, скажите, пожалуйста, может, конечно, я пропустила, потому что несколько позже подключена была. Скажите, а вот определение паранойи, есть ли какие-то тесты, например, или же это только основывается на опыте психотерапевта, на его знаниях? Смотрите, естественно, есть отдельные тесты, которые прогоняют и выясняют профиль. Есть тесты на акцентуации. Вот есть куча тестов. Психиатры обычно оперяют этими тестами. Вот. Но смотрите, в нашем курсе, я вам говорю, ребят, все тесты заполнительные, там, где нужно отвечать, А, Б, С, вот, забудьте о них, если вы будете, хотите быть хорошим психологом, забейте на них. Для меня, для меня, лично для меня, вот, если я кого-то обижу, sorry, но это правильное мнение, а если психолог дает какие-то опросники, какие-то тесты для заполнения своему клиенту, вот, это скорее, мое мнение, признак того, что он кое-что не умеет. Вот так. Вот моя личная... Нет, ну, знаете, в начале, например, деятельности своей, вроде бы, как опасаешься ошибиться, там, и так далее, поэтому, понятно. Спасибо. Я, я никогда в своей жизни не использовал методические тестовые исследования в работе терапевтической. Вот, и все 15 лет преподавания в вузах, я говорю студентам, если вы хотите быть хорошими психологами, забудьте о них. в любые тестовые исследования методические. Люди чаще всего не понимают, для чего они сделаны. Я объясню, для чего. Вот. Пример, скажем, вот, Америка, 20-е годы, начало войны. Есть, там, не знаю, 10 психиатров, которые умеют профилировать, и у них 10 тысяч солдат, которых нужно профилировать. Эти психиатры не могут всех опросить. Они пишут вопросы, и солдат заполняют. И по вопросам, отвечая на вопросы, мы приходим к выводу, вот, того, что, вот, как бы, это, шизофреничная реакция, эпилетоидная реакция, и так далее. Но, если вы работаете с людьми, и у вас есть целый час возможностей беседы с человеком, для того, чтобы качественно профилировать человек, вот, необходимо знать ключевые критерии, основные критерии, как это проявляется. Иногда ко мне, ко мне приходят мои студенты, говорят, Порь, вот, я прошел какой-то тест, в интернете, прямо нашел, вот, кто я. И я сказал, что я по акцентам, вот, вот, я другой, вот, нежели то, что очевидно для меня, а почему так? И так вот, ребята, все тесты, они, они, они реально дают сбои, очень сильно. Некоторые люди пишут не совсем то, что есть реальности, некоторые намеренно искажают, некоторые полунамеренно искажают, в их тестах есть наплённые несовершенства. Тесты хорошие, тогда как вам необходимо много людей, в среднем, определить, как, вот, относящихся к одной к другу. Но, если вы, вот, кабинетный терапевт, вы работаете с человеком, процедура профилирования, я считаю, должна проходить через промо-собеседование, только по наблюдаемым критериям. Тем критериям, часть реакций, они в невербалике. Ребята, людей можно профилировать по невербальным реакциям. Если записать вас, записать вас, вот, и видео, вот, и убрать полностью, вот, речь, вот, часть людей можно профилировать. Вот. Ну, к примеру, допустим, истерики, они экспрессивны, у них много жестикуляций, они будут быть подвижными. Вот. О параноиках, у них такое хмурое лицо, очень часто, воздвигает. Аккуратно. Ну, такая форма коммуникации может быть у шизоидов. Вот, поэтому очень большое количество информации мы получаем именно за счет наблюдения за невербальной коммуникацией человека. И потом анализируем вербальная коммуникация, фразы, слова, когда человек невербальная коммуникация, схлопываем их, предоимуточняющие вопросы. И тогда мы потихонечку приходим к пониманию того, какой человек перед нами. Поэтому на будущее, во всем курсе, который я читаю, я игнорирую все методологические исследования. Игнорирую. Но они больше схематизируют и могут даже, наверное, увести психотерапевта не в ту сторону, получается. Мое, я говорю не просто так, а говорю как человек, который преподает психологию с 2004 года, пункт первый, человек, который имеет научную степень по психологии, и человек, который с 2006 года ведет честную пространство. Мое личное мнение, если вы кабинетный терапевт, если вы не экспериментальный исследователь, которому нужно, не знаю, захватить тысячи человек и выяснить, не знаю, какие-то данные по большому глубоду людей, не экспериментальный психолог, а кабинетный терапевт, вы должны, обязаны это делать самостоятельно. А люди, которые начинают опираться на методички, очень часто они, правда, делают выводы неправильные. В подавляющем, большинстве случаев, те мои студенты пробовали вычислять под профиль по методичке своих пациентов, они выяснили что-то не то. Я говорю, подожди, методически показывали, я вижу совсем другого человека. Я же под профиль, который умеет скрывать. А если вы встречаетесь с истериком вообще, то его почти нереально профилировать, вы знаете, почти может быть, нереально, задавая определенные узкие категории вопросов. Истерик может показаться как психопат в чем-то, истерик может показаться как как Зоид в чем-то. И потом будет очень большой вопрос. А что там и как там? Поэтому качественная работа всегда это работа мастера с человеком и наблюдением за... А работа, которая ориентирована на группу, на толпу, на большой качестве людей, которой ты не можешь всех собеседовать, тогда пропускаем их через методички. Многие люди почему-то в вузах не сообщают причину создания вообще методичек рабочих работах. Это глупость, очень большая глупость. Реально потом выходят студенты из вуза, которые хорошо учили экстрементальную психологию и думают, что они с помощью этих методичек могут что-то есть. У меня есть студенты, которые работают в СУ сейчас. Основная их должность, их функция это прогонять людей через методички оплённые. Потому что сами они не могут сказать, я вижу у него явно оплённые симптомы. Им необходимо это подбить под какую-то методичку. Так требуется их. Но это абсурд. Методичка, она может не дать ничего прочитать. Вот поэтому во всех лекциях, во всей лекции нашего курса я не даю, намеренно не даю никаких ссылок на методички. и считаю, что для качественного профилирования они не просто не нужны, а они скорее категорически не нужны. Выкиньте это. В мусорку и сверните. Оль, у вас комментарии. Хотела задать вопрос, а есть ли какие-то комбинации типов личности, например, которые хорошо ладят, или наоборот они не могут существовать вместе? Очень хороший вопрос, но к этому вопросу мы будем возвращаться еще много-много времени. Есть реально профили, это пары, сладкие парочки. Вот реально есть. Вот, видо, мужчина один и женщина другая. Классика сладкой парочки. Это мужчина эпилептоид, женщина и стероид. Что происходит часто в таких парочках? Женщина выводит, выбешивает мужчину, мужчина терпит, 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 выходит из себя, фигачит, женщина бьет ее. Если вы видите регулярное избиение муж бьет жену, вот чаще всего это женщина истероидная, а мужчина эпилептоидная. В подавляющем большом случае. В 90% случаев избиение женщины в семье это реакция эпилептоидного мужчины на истероидную речу. второе истероидная истероидная. Вот. Ну это такая парочка патологичная немного. Часто встречающаяся. Очень сладкая парочка, очень сладкая парочка это шизоид и истерик. Вот. Ребята, быть рядом с шизоидом долго может только истерик. Правда? Потому что шизоид это человек выше всего остального и он считает, что он самый главный, самый умный. Только истерики вы можете вытерпеть долго. Он отражает его, отзеркаливает его и может подстраиваться к нему очень эффективно. Вот. Ребята, если вы видите очень глубокую дружбу двух мужчин, чаще всего один из них шизоид, а другой истерик. Вот. Да, много-много примеров подобных. Да, да, да. Это глубокая лет 10-20, лет через годы подряд вот такие вещи наблюдал. Есть профили очень трудно сочетаемые, почти несочетаемые в принципе. Это шизоид и эпилептоид. Почему? Ну что ж, эпилептоид, он любит секс, любит алкоголь, любит понюхать что-то, любит спорт, любит активный образ жизни. А шизоид, он не любит секс сильно, не любит алкоголь, он от собой не принимает наркотики. секс для него безразличный по большому счету почти. Вот эти люди не могут сойтись, они не состыкуются, могут понять друг друга. Но я буду потом такой кросс-анализ создавать, когда мы накопим уже количество рассмотренных профилей. Артем, вопрос от тебя. Да, а вот в крепкой мужской дружбе может быть так, что два шизоида. Там проблема есть небольшая. Каждый шизоид начинает считать, что он главный. И шизоиду быть рядом с другим человеком долго, который он признает, что он более умный, чем я, очень проблематично. Шизоиды, они особенные, они любят окружать себя людьми, которые по их мнению чуть-чуть ниже, чем они. И они как бы не сходят к тому, чтобы общаться с ними. Поэтому дружба шизоидов возможна, но очень часто у них колбасы начинают ссориться, сраться по поводу того, что они не состыкуются в некоторых вещах. И могут разругаться. Истерик может выдержать его. Истерик это как бы как сладкая парочка такая. Истерик терпит истерит, но не уходит. Шизоид то же самое. Шизоид может попинать своего друга либо сексуального партнера, но он не бросает. Добавлю что-то. Эпилептоидная личность очень подвижная в сексуальной жизни. Один партнер, другой партнер, третий партнер измены. Шизоид лично очень верный партнер. Это люди если выбирают пару, то одну на всю жизнь чаще всего за редкими исключениями. Поэтому если они находят друг друга, то их жизнь удается очень хорошо. Понаблюдать за друзьями, если вы знаете друзей, которые живут очень долго, я замечал это среди мужчин, потом обнаружил такие сладкие парочки у девочек. Тоже одна девочка шизоидная, другая истероидная. И годы не разлей вода просто. просто как ини-янь. Они вместе и не могут разойтись. Примеров много. И девочки и мальчики. Правда, в таких отношениях девочки истерика и шизоида и мальчиков есть намеки на что-то гомосексуальное чуть-чуть, но чаще всего до гомосексуальности не доходит. Хотя такие пациенты говорят, иногда появлялись желания это сделать, но мы решили, что друг бы возьмее. не испоганивать сексом наши прекрасные души отношения. Вот. Ну, пока туда забегать не буду. От каждого, в каждом профиле я буду еще возвращаться к теме кросс-анализа, потому действительно вы можете обнаруживать, что некоторые профили очень уживаются друг с другом, а некоторые почти совсем не уживаются. Так, ребята, почти три часа лекции есть. Вы молодцы. Ребята, кто подключился к курсу, знаете, в телеграме, в группе, там, вверху в ленте выложена лекция по истерии. Если вы продолжаете дальше, если вам понравится, прослушайте лекции по истерии. Нас еще ждет целых шесть профилей. Следующая лекция у нас будет лекция одна из самых эпичных. Это психопатия, теология психопатии. Будем говорить о людях без чувства вины, без совести, без сострадания жестоких и получающих каев и удовольствие, когда кто-то страдает рядом. Вот. Посмотрим на явных психопатов, на скрытых психопатов. Я покажу вам модельку акцентуированных психопатов. Там много их вариаций, вариабельности. Вот. И формально психопаты их можно метафорно назвать люди без души. Вот. У них нет этой субстанции по идее философов либо духовников. Либо в ранней психиатрии психопатию называли моральным безумием. То есть человек в общем адекватный во всем нормальный, а в морали он безумный. Он все хаотично нарушает. Нет лимитов, нет пределов, нет шаблодов. Такие люди нелигиозные, неверующие, живущие чаще всего ощущение удовольствия и потребностью быть постоянно охотником. Такие люди не допускают факта того, что рядом может быть человек сильнее, чем он. А если человек сильнее, то он должен доказать это через спарринг, соревнования. много примеров будет из моей практики. Мы поговорим о чистых психопатах, поговорим о истероидных психопатах, попробуем провести уникальную границу. Тоже продукт моего личного анализа о дифференциации называемых истероидных психопатов и психопатичных истероидов и попробуем почувствовать границу делать отличие кого можно назвать истероидными психопатами, а кого можно назвать психопатичными истероидами. Есть отличие, очень серьезное есть, там есть грани. Вика, у вас вопрос, слушаю вас. Да, а вы можете посоветовать какую-то литературу на эту тему читать? По поводу профилей вообще? Смотрите, я так скажу, в принципе подойдет любой учебник по патопсихологии, но курс запланирован таким способом, что я даю кросс-аналитический анализ. То есть я беру тематику психиатрии, беру тематику психоанализа и показываю, как устроен подпрофиль, какие динамики существуют в процессе развития. В реационных учебниках по патопсихологии такой кросс-анализ не делается. Он заблокирован там. Только просто описывается симптоматика, как она проявляется. А людям, которые в принципе хотят начинать разобираться в профилировании не только через лекции, но и на уровне чтения книг, ну почти Библия для меня под профилирование. Это книга акцентуированной личности немецкого психиатра Карла Левенгарда. Он выделяет чуть-чуть другие профили. Я выделяю 8, он выделяет 10. Я потом ближе к концу курса буду говорить почему я чуть-чуть изменил некоторые его характеристики. Ну крайне рекомендую Левенгарда прочитать. Вы подчеркните громадное количество пищи для ума. Помните, там будет только описание поведения. Там не будет никакого психоанализа. Там не будет никакой физиологии. Там очень одномерно все, но эта книга была прорывом профилирования. Спасибо большое. Вопросов нет. Если нет вопросов к мне, на сегодня мы будем прощаться. Через неделю в среду будет лекция этиологии психопатии. Приходите. на этой неделе в пятницу нас ждет восьмой сегмент нашей группы по НЛП медитации. Приходите, буду вас ждать. Все. Да пребудет с вами сила, господа. Всего доброго. Пока. Чаще всего.